Аркварден Аркварден – сущность, которая возникла во времена появления самых древних воинов. Свой путь он начал с цели – уничтожить Скоржей и Сентинелов или объединить их. Аркварден отлично управляет потоками энергии, с помощью которых он может искривлять время или обездвиживать противников. На помощь в бою он может вызывать духов, которые нападают на рядом стоящих врагов, или вызывать копию себя с такими же умениями и предметами, как и он сам. Ультракил, а можно на вставочку еще? Я сейчас еще сюда доберусь. И поехала. Не, ну это на вставочку. Рэмпэдж на Зетти, который собирает, блин, рапиры и молнии – это просто рэмпэдж на вставочку. Я не знаю, это соливарня какая-то. Так, ЕС меня не обошел случайно. Я не видел, пока там с Зотарами воевался. А, ну да, я так и понял. Хорошо. А я умираю, тут даже стики не помогут. Вот так вот. Так делай, да? Ты, ну я тут убиваю, по идее, даже еще. Две тычки надо бы только дать. Да нет. Какое себе. Да, поблочь, поблочь ты. Молодец, какой сильный на ЕСе. Умничка, молодец. Какой сильный, сильный. Все, успокойся, успокойся. Жалко, не забрал я Лина из ЕСа в инвизию, но ничего страшного. Так, гоу. Рубчик пришел. Так, делай, да? Хорош, я поле успел на себя кинуть. Да, жестко, конечно. Все равно иллюзии что-то да, вносят, да? Что будет? Хорош. Отлично. Даже почти на вставочку. Да, ребятки? Неплохо. По юзу. Оба. Про тулец, не надо, дядя. Жест. Просто с парками задушил его. Ловушка гейминг готов. Вот он, пацаны, смотрите. Человек-то рестается, сразу отлетает. Бах, и все. Ловушка гейминг есть. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксанадос. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы приступим к разбору гайда, конечно же, хотелось бы поблагодарить вот этих спонсоров, которые продвигают мой YouTube канал. И в целом, ребятки, поблагодарить всех, кто принимает участие в развитии. Приходит на стримы и, конечно же, просто помогает двигаться вперед, ребятки. Морально, словесно, финансово, все от души, ребятки. Спасибо всем, Риле, кто поддерживает. И, надеюсь, вам хотя бы чем-то полезен мой канал, потому что я стараюсь помогать, ребятки, вам, всем, каждому. Ну и, в принципе, спасибо огромное, ребятки. Все. Все. Можно переходить к гайдам. Поблагодарил всех. Руку пожал, как говорится. А там вот это все сделал. Окей. Ребятки, сегодня у нас необычный день, необычный персонаж. Сегодня у нас гайд на Арквардена. Зет в нашем, так сказать, распоряжении. Посмотрите, какая у него моделька. Этот маленький гнол знает, что нужно делать. И сегодня мы разберем, как работают его способности. Как работает флакс, как работает магнетик филд, как работает Спарк, Брэз, как работает Темпест, Дабл. Очень сильный герой. Очень сильная имба. Но на 85-й карте он урезан. На 83-й он немного другой. А на 85-й карте он более сбалансированный. Хотите узнать, чем он сбалансирован? Тогда не пролистывайте теорию, друзья. Для вас сегодня я также подготовил хорошую практику. Ну, а практики чуть-чуть позже. Ребятки, не скипайте теорию, чтобы знать немного больше. Садитесь поудобной и поехали, ребятки. Итак, друзья. Первая способность на нашем персонаже это флакс. Данная способность немного специфична. Она с уровнями прокачки будет менять свое количество урона в секунду. Плюс дальность применения будет у нас тут возрастать. Ну и в целом сама способность очень-очень специфична. Для того, чтобы понимать, как она работает, нужно хорошенько и внимательно сейчас послушать. Смотрите, друзья. Данная способность накидывается таргетно на какого-то определенного персонажа. Обрано это у нас хускар. Накидываем на него. Хоткей у нас С. Кстати, хоткей С накинули на хускар. И обратите внимание, он сейчас очень медленно передвигается. Ему наносится какое-то определенное количество урона. Действие заканчивается в флакса. И, конечно же, все. Персонаж может двигаться нормально. Действие вот этого флакса 6 секунд. Оно неизменно. И, конечно же, не прокачивается уровнями прокачки. Это мы будем дополнительно еще разбирать на табличечке. Но ничего сложного. Давайте еще раз применим. Примениваем на оппонента. Применяем, вернее. И, конечно, оппонент двигается медленно. Как то, как к нему подходит союзник. Действие данной способности. Оно продолжает действовать. Но не наносит урон. И не замедляет. Что это значит? Это значит, что данная способность перерывает свое применение к тот момент, когда персонаж, на котором накинут флакс, подходит к какому-то союзнику. Или подходит к нейтральному крипу. Но не к тавору и не к варду и к другим неодушевленным предметам. Действие флакса у нас сразу же прерывается после того, как кто-то из союзников находится рядом. Смотрите, ни урона, ничего не наносит. Но как только отходит, сразу же перестает, так сказать, не работать данная способность. Вот такое вот у нас применение способности. Как говорится, данная способность перерывается на какого-то одинокого персонажа, одинокого индейца. И начинает сильно замедлять и очень много наносить урона. Как она наносит урон, конечно же, досконально мы сейчас изучим по вот этой табличечке. Дальность применения, как я уже говорил, варьируется. Поэтому я не говорил про дальность применения на персонажа просто так, когда объяснял. И давайте сейчас разбирать. Смотрите, так как у нас ходки С, а это значит, что мы прокачали флакс. Дальность применения у нас на это способность составляет так. 600 единиц, 700, 800 и 900 на ласт уровне. Дальность применения 900. Это почти 1000. Это вот такая примерно дальность применения на ласт уровне. Обратите внимание, это очень большая дальность применения. Далее, что у нас есть. Радиус поиска 225 единиц. Это именно тот самый радиус, который не позволяет, так сказать, флаксу работать. То есть, если в радиусе 225 единиц кто-то находится рядом с Хускаром, даже если в инвизе будет союзник находиться, то флакс перестанет работать. Да, вот такая вот механика данной способности. Радиус поиска 225 единиц. То есть, вот так вот в радиусе будет искать флакс какого-нибудь союзника, чтобы перестать работать. Далее, замедление скорости передвижения 50% фиксировано. Урон в секунду 15, 30, 45 и 60. Дэмэджа в секунду будет наноситься. ДПС просто будет наноситься, когда флакс будет работать. Это реально очень круто. И длительность 6 секунд. 6 секунд будет ДПСить и, конечно же, замедлять, если рядом нет никакого союзника. Вот такая вот легенькая способность. Монокос 75 и перезарядка 20 секунд. Блокируется иммунитетом к заклинанию, блокируется линк. То есть, в линк вы не сможете накинуть эту способность. И написано, не может быть рассеян. Но, может, но не может быть рассеян определенными некоторыми диспеллами. Такими, как, например, Диффьюзиал. Диффьюзиал не сможет снять этот флакс, потому что флакс постоянно применяется. Видите, я нажимаю, Диффьюзиал не работает. Но манты вы с легкостью снимете. И еще можно будет снять легко репеллом и пресс-атаком. Так что, вот такая тема. Флаксом, в принципе, диффузом не снять. Можно будет снять юлом, мантой и репеллом. Но для того, чтобы как бы где-то в середине игры иметь тот же самый юл, ну, где-то на девятой минуте придется попотеть против флакса, да, немного тяжело. Как только на вас кидают флакс, сразу бегите к крипам. И вам ничего не нанесется. В принципе, вот такая, ребятки, у нас способность. И нечего тут больше рассказывать. Нажимаете на какого-нибудь оппонента. Оппонент очень сильно замедлен и очень много получает демеджа. Демеджа там реально очень много получает. Получается 6 секунд. 6 секунд получается, да, и 60 демеджа. 6 и 6, 36. 360 урона на ласт уровне, если флакс полное действие у нас имеет. Так что такая способность. Поехали на следующую. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это Magnetic Field. Данная способность позволяет заигнорировать 100% физической атаки. И, конечно же, разогнать всех, кто внутри, по скорости атаки. То есть, образно, буду я в кругу вот в этом, в кругу в Magnetic Field, и я буду быстро бить, и по мне не будут попадать. По мне будут промахиваться. Да, вот так эта способность и работает. Очень интересная, очень сильная способность, которая позволяет немного поднапрячься. Но, эта способность на 85-й карте, в отличие от 83-й, немного подурезана. И чем она урезана, я сейчас расскажу. Давайте прокачаем данную способность и посмотрим, что она в целом будет делать. Вроде рассказал, но надо еще и показать. Хотки у нас F. Прокачали данную способность, и я готов куда-нибудь ее ставить. Дальность применения этой способности у нас 900 единиц. Вижу просто немного по спискам там, ну потом посмотрите по табличке. Немного поменяли у нас, так сказать. Дальность применения обычно написано вверху, а сейчас внизу я немного потерял, Саша. Смотрите, дальность применения у нас 900. И вот такое вот небольшое у нас поле с определенным радиусом. Радиус 275, к слову. И когда вы кинете это поле под себя, конечно же, и вот так вот Некролайт начнет промахиваться. Он сразу же начнет промахиваться, то есть по вам он не попадет. Если вы кинете поле на Некролайта, то, конечно же, ничего из этого хорошего не выйдет. Конечно, надо под себя строго поле кидать, и тогда все будет огонь. Вот так вот Некролайт нас душит, смотрите, и он не попадает, как только мы становимся в это поле. Поле заканчивается, и Некролайт сразу же начинает промахиваться. Также обратите внимание на скорость атаки в пассиве и, так сказать, под действием поле. Смотрите, какая скорость атаки сейчас. Она очень медленная, и какая будет сейчас. Обратите внимание, да, чуть-чуть побыстрее. Вот такая вот у нас приколюха. Когда вы находитесь в поле, будучи являясь каким-то героем, по вам не будут попадать. Но если вы являетесь каким-нибудь Некрономиканом или каким-нибудь обычным крипом, то ваша скорость атаки возрастет. Но по вам попадать будут. И это именно первый фикс 83-й карты. Да, вот на 83-й карте все промахиваются, будучи, находясь, так сказать, в поле, если вы крипочек. Образно, да? Надеюсь, вы поняли. Я сейчас покажу, о чем я говорю. Смотрите, давайте, наверное, пойдем на центральную, и я покажу это на крипах. Обратите внимание, сейчас крипы как бьют медленно, и сейчас начинают бить побыстрее. Но по ним промах не работает. То есть по вот этим крипам не промахиваются. Также это работает и на Некрономикан. Смотрите, я их бафаю, они начинают чуть-чуть побыстрее бить, но по ним попадают. Также и герои будут попадать по Некрономикану. Далее, давайте покажу, что герои также будут абсолютно работать по Некрочам. Окей, вот так создаем. Вот так делаем. И погнали. Смотрите, попадает он по Некрам, да? То есть это первый фикс, который у нас тут есть. Ну и в принципе фиксов больше нет, не считая там, по-моему, колдауны еще поменяли, но не суть. Надеюсь, вы эту тему поняли. Ребятки, стопроцентный промах дает по героям. Дает стопроцентный промах по героям. Ну, кстати, еще тавер можно так засейвить. То есть на тавер вот так вот нажимаете, на союзный, и по таверу никто не попадет. Да, эта тема тоже прикольно работает. Следующий момент, который у нас тут есть, ребятки, это, конечно же, уровни прокачки и всякая прочая тема. Давайте выведем табличку и посмотрим, что у нас здесь по табличке, друзья. Уф, поехали. Уклонение 100%, об этом я уже упомянул. Бонус к скорости атаки 50, 60, 70 и 80. Да, кстати, тавера тоже так же ускорит, будут тавера стрелять чуть-чуть побыстрее. Радиус 200, 275. Это у нас вот эта вот АОЕшечка, которая у нас дается, которую нужно кидать под себя, или в того персонажа, или в то здание, которое вы хотите подзасейвить. Дальность применения 900 и длительность 3,5-4,5 и 5 секунд. Монокос, 110 маны и перезарядка 50 секунд. Огромнейшая перезарядка. Поле данное нельзя никак рассеять, если его уже кастанули, оно уже будет, как говорится, висеть. И, конечно же, действует через БКБшки. То есть, как через БКБшки? На союзников, образно, у меня союзник в БКБ. И, конечно же, он может спокойно пользоваться этим полем. Если вы хотите законтрить это поле, то вам потребуется, конечно же, только Монки Кингбар. К сожалению, ИТМ, допустим, Блацк. Блацк минус ИТМ 230. Давайте вот так вот сделаем. То обратите внимание, то есть тут у вас никак не получится. Будучи находясь в БКБ, вы все равно будете промахиваться. Ну, так что вот такое вот у нас поле, друзья. Очень классный спелл, даже на ранней стадии, несмотря на свой калдаун. Если вдруг кто-то захочет с вами потычковаться на миду, то вы, конечно же, сагрив на себя крипов, кинете под себя поле, крипы начнут промахиваться, и оппонент мидер тоже начнет промахиваться. Вы себе, так сказать, даете неуязвимость на 3,5 секунды, как у Виндранер, да, получается, такой спелл. Ну и, в принципе, все, только у Виндранер не дает скорость атаки, а тут дает, и что дает, небольшое преимущество. Ребятки, вот такой у нас второй спелл. Поехали на третий спелл. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже очень интересная. Она называется Spark Breath. Данная способность имеет огромную дальность применения. К сожалению, большой монокост в отличие от 83 карты. Ну и, конечно же, приемлемый калдаун. Ну и, в принципе, приемлемый дэмэдж. Данная способность позволяет раздамажить оппонентов на определенном расстоянии, при этом делать ловушки. Делать ловушки для всех, кто туда может пройти, где стоят эти спарки. Как его использовать этот спелл? Я сейчас объясню. Хотки у нас R прокачали данную способность, дальность применения этой способности 2000 единиц. При этом давайте закинем в Туман Войны. Образно вот сюда, ближе к дереву, закинем. И вот такой вот у нас эффектик появляется здесь. И при этом он дает небольшой вижен. КД у нас 4 секунды и можно вот так вот подстакать. И в тот момент, когда кто-то будет туда проходить, Спаркс реагирует на него. Смотрите, опа! И задамажил. И задамажил. И опа, Хускарчик идет обратно. При этом обратите внимание, что на 3 секунды после взрыва дается еще краткий вижен. И во время действия дается краткий вижен. Данной способности необходимо некоторое время для того, чтобы подготовиться. Прежде чем данная ловушечка у нас сработает. И, так сказать, будет в действии готовности. Вот так вот смотрите. Она, видите, подготавливается, формируется, формируется, формируется. Раз, готово и полетело. К слову, время вот этого формирования Спарка составляет 3 секунды. И после, конечно же, вот этого, после вот этого небольшого подготовления способность готова, заряжена и ждет в радиусе 375 единиц любого, кто там пройдет или, конечно же, просто если где-то стоит. Образно, вот тут будет у нас фурболк, да? То есть сейчас способность подготовиться и полетит в ближайшего фурболка. То есть вот такая тема. Данная способность работает на оппонентов, на вражеских героев, на крипов. На крипов героев, на некрачей и, в принципе, все. Ну и на лесное, вот это все, и на лайнинговое, это все понятно. На это все будет работать. Данная способность рили очень прикольная. Я по-любому каточку одну посвящу этой способности, потому что, блин, будет очень круто наставлять вот эти ловушки. Если в 83-й карте можно было на ранней стадии сразу много этих ловушек наставить, то на 85-й карте, к сожалению, с большим монокостом не получится так делать. Но в целом я попробую на 85-й карте сделать все равно прикольную стратегию. Это вы посмотрите уже на геймплее. Надеюсь, у меня все получится, этот видосик будет. И реально будет интересно посмотреть. В принципе, по применению на Spark, я думаю, вы поняли, как эта вся тема работает. Даже, кстати, в инвиз она бьет. И обратите внимание, у этого Spark, кстати, есть определенная скорость передвижения во время вот этого полета. Она составляет 400 единиц. То есть от Spark, будучи являясь балонаром в ночи, можно убежать. 400 единиц скорость вот этого Spark. Ну и что ж, погнали. Сейчас посмотрим табличку, ребятки. И по табличечке будем разбирать. Выезжает табличка. Смотрите, дальность применения 2000 единиц. То есть, я уже это показывал. Образно вот сюда мы можем закинуть. Смотрите, какая дальность применения. Это жесть. И вот здесь вы можете спокойно наставлять. Кстати, еще одна приколюха. Так как 85-я карта является большей картой, нежели чем 83-я карта. То, естественно, немного актуальность Spark падает. Если образно на 83-й карте вы можете отсюда спокойно закинуть в рожпит. И даже дальше. То на 85-й карте вам придется подходить намного ближе. Потому что 85-я карта, она больше. Так что вот такая тема. Далее. Радиус поиска. 375 единиц. Инвизные, неинвизные. Разницы нет. Нет, Spark, если кого-то почувствует рядом. Даже в тумане войны. Он, конечно же, полетит в того, кто, так сказать, нарушил его спокойствие. И вот этот вот Spark, он полетит, настигнет и, конечно же, нанесет урон. Задержка активации. 3 секунды. Это именно то время вот этого вот подготовления Spark. Смотрите, он готовится, готовится. Раз. И готов. Такие вот рога появились. Да, такой демон такой злой сидит. Вот. И он как бы уже готов нападать. Следующее. Длительность искры. Это самое интересное. 50 секунд стоит этот Spark, пока никто его не заденет. 50 секунд. А потом он просто исчезает. Вот такая вот у нас тема. Далее. Урон. 150, 200, 250 и 300 единиц. Очень хороший, конечно же, урон, который можно нанести. 300 единиц. Магическим уроном. К слову, Spark это магический урон. Он можно будет вот так вот поднастакивать. Да, образно. Раз. Spark поставил. Два. Spark поставил. Три. Четыре, конечно же. И это уже в совокупности. Это 34, 12. 1200 магического урона. Да, получается. Опа. Вот так вот. И Хускар у нас почти умер. Жестко. Но это Spark у нас сейчас первого левела. 150 урона. В принципе, на первом левеле даже очень хорошо дамажит. Реально очень круто. Ну и теперь самое интересное и неприятное. 100, 110, 120 и 130 единиц маны потребуются вам для того, чтобы активировать один Spark. Да, немного монокосты подняли. Перезарядка 4 секунды. Это вот так вот. Просто прекрасно. Ребятки, в БКБ данная способность не работает. При этом даже Spark у нас не затригерится. Если кто-то рядом будет проходить в иммунитете к заклинаниям, видите, смотрите, он не тригерится. Но как только у нас, как говорится, БКБ закончится, Spark сразу же полетит в свою цель. И это очень-очень хорошо. Как я уже и говорил, Spark летит со скоростью 400 единиц. И это реально очень-очень, так сказать, печально. Потому что даже любой, в принципе, среднестатистический герой, который имеет MS, там, ну, где-то 450, спокойно сможет убежать от Spark. И это реально очень-очень плохо, ребятки. Не забывайте также про тот Vision, который дается в Тумане Войны, в случае, если вы закинули куда-то Spark. Это реально очень хорошо помогает. Как использовать эту способность? Ребятки, эта способность едва видна, когда вставите вот так вот их в деревья. То есть, обратите внимание, вот вы сюда сейчас поставили Spark, а его и нифига не видно. А когда какой-нибудь герой будет проходить и в радиусе 375 единиц, в него полетит вот этот Spark. Это реально очень круто. То есть, можно делать вот так вот засады какие-то. Естественно, ну, если вы поставите вот так вот прямо, то оппонент подумает, ну, я не хочу получать здесь урон. И тем самым вы можете затригерить кого-то, делать вот такой вот обход. Не подходить к этому Spark, а подойти ближе к деревьям. Естественно, затригерить вот здесь большее количество Spark, нежели чем стоит здесь. То есть, такая вот небольшая фишечка, ловушечка, да, получается. Но вы можете так не забрать. Ведь большее количество, если вы поставите вот сюда в деревья, можете просто не успеть. Потому что Spark, как говорится, живут долго, но недолго. Ну и, в принципе, все, друзья. По этой способности очень классная способность. И давайте перейдем уже к ультимейту. Он не менее интересный. Он реально очень годный. Поехали. Итак, друзья, ну и следующая способность, которая у нас тут есть, это, конечно же, Tempest Double. Это основная способность нашего Zeta. Это наш ультимейт. Ультимейт очень сильный здесь. И что он делает? Данный ультимейт призывает, конечно же, такого же Zeta, как и у вас на данный момент. И этот Zeta может юзать инвентарь, может юзать способности. Он дамажит столько же, он получает столько же. Но не все, к сожалению, предметы можно юзать на данном, так сказать, Double Tempest. Что требуется для того, чтобы создать этого Zeta, я сейчас вам расскажу. Также у этой иллюзии есть множество специфик. Эту иллюзию, если добьют, она ничего не даст. Ни золота, ни экспы. Это просто иллюзия. И также она не добывает, к сожалению, экспы. Да, она не добывает экспы для основного персонажа. То есть это является отдельным, так сказать, существом, которое существует само по себе. О чем это речь идет? Я вам сейчас покажу. Смотрите. Хоткей у нас D, прокачали данную способность. И я могу сейчас вызвать этого Tempest Double. Но прежде чем вызывать, мы должны посмотреть табличку. Это важный момент. Потому что для того, чтобы понять, какие у нас тут монокосты и хпкосты, нам необходимо сначала ознакомиться с табличкой. Она уже выехала и смотрим. Требуются маны и здоровье для создания. 30-15-0%. Это говорится о том, что на первом уровне ультимейта в данный момент вам потребуется 30% маны и 30% хп для того, чтобы создать вот такую иллюзию. Это значит, что вы потеряете от настоящего, от данного значения 30%. То есть, образно, у вас 500 хп, от 500 хп вы потеряете 30%. У вас 300 маны и от 300 маны вы потеряете 30%. То есть, на данный момент считывается количество здоровья и оно тратится для создания этой иллюзии. При этом иллюзия появляется уже с вычетом этого здоровья. То есть, идентично вашему здоровью. Это важный момент. Но на третьем уровне 0% маны и хп вам потребуется для того, чтобы создать эту иллюзию. Это, в принципе, понятно. Количество копий. Одна, естественно. Одна появляется. Длительность ее жизни 20 секунд. За 20 секунд вы можете делать все, что хотите. Хоть сфидить ей, хоть ей убивать. Это очень круто. Перезарядка 65, 60 и 55 секунд. Перезарядка, в принципе, приемлемая. Что ж, в принципе, табличку мы разобрали. Давайте создавать Tempest Double. Создаем. И смотрим первое, что у нас тут есть. Первое, это отличительные моменты. Этот Z, в отличие от вот этого настоящего, он немного притемненный. Притемненный он не только для вас и ваших союзников, но и для врагов. Тем самым вы можете, так сказать, понять, кто настоящий, а кто, так сказать, лжец. Правильно? И после 20 секунд, конечно же, Z вот этот у нас Tempest Double пропадает. При этом, обратите внимание, мы потратили ману и хп при создании. Это говорит о том, что в данный момент нам нужно было 30% от данного количества здоровья и маны. И мы создали вот этого Z, вот эту копию. Как я уже говорил ранее, Z, эта копия, она полностью считывает ваш урон, ваше, так сказать, сопротивление физики и магии. Она полностью такая же плотная, как и сам Z. Это реально очень круто. И сейчас мы это все протестируем. При этом можно юзать инвентарь и юзать способности. Реально круто. Но у Tempest Double нету, нету ультимейта. И он не может юзать определенное количество артефактов, которые мы также чуть-чуть позже разберем. Смотрите, создаем еще раз Tempest Double. И вот так вот у нас поделилось опять здоровье и мана от данного количества, которое у нас было. И, конечно же, поехали. Смотрите, можно блинкануться, можно создать некрачей, накидать нам способности вот так вот. И, конечно же, душить этого Некролайта. При этом, если Некролайт добьет эту иллюзию, то ничего он не получит. Он не получит золота, он не получит XP. Это просто иллюзия. Он забрал иллюзию. Но эта иллюзия, она дамажит и также юзает способности, как настоящий. И это реально очень-очень круто. Опа! Не того я немного засуицидил. Но ничего страшного. Сейчас рестница и поехали далее. Итак, зареспаунился у нас Z. К сожалению, немного промескликал. И я немного еще закупился. Сейчас мы будем разбирать инвентарь, как работает он у Z. Самая классная тема, которая у нас тут есть, это то, что если вы создаете вот этого Z2, то у него, конечно же, будет работать весь инвентарь. При этом он абсолютно идентичен нашему основному инвентарю. То есть, образно, если у нас здесь БКБ десятка, то и у Z, у этого, у иллюзий тоже будет БКБ десятка. Если у нас тут 8 диффузов, то и у него будет 8 диффузов. Если вы будете на иллюзии тратить БКБ и диффуза, то у вас у основного, естественно, убавляться это не будет. Вот такая вот основная фишка. При этом, после того, как вы создадите еще раз Tempest, вы также можете это все обузить. То есть, инвентарь полностью унаследуется. И, конечно же, без вреда для основного Z. То есть, вот эта ультимейтная иллюзия, она просто копирует все, что у вас есть в инвентаре. И, конечно же, вас полностью копирует. Образно, ваше ХП, вашу ману и тому подобное. Это реально очень круто. Интересная тема есть такая, что когда у вас проходит калдаун, и вы создаете снова Z, то у вас все способности и все инвентари сразу же будут уже в откате. То есть, образно, вы только что заюзали иллюзию, да, там, только что заюзали иллюзию или заюзали там способность. Не важно. Вы создаете Z, и у вас все открыто. Сразу же у вас есть диффуза, у вас есть медаса, у вас есть БКБ. Вы все это можете разъюзывать. При этом, обратите внимание, когда вы замедасите еще, вы не получаете экспу, но получаете золото. Странная тема. Я сейчас не знаю, почему так это работает, но не суть. Смотрите, я только что на Z заюзал медасы, БКБшки, и у нас все, казалось бы, должно уменьшиться. Но вот нет. Наша иллюзия копирует полностью, как я говорил ранее, основного. То есть, его ХП, да, если они там не достают, его, конечно же, инвентарь, и все. И дальше у нас, конечно же, также можем по той же истории диффузить, нажимать БКБ, использовать способности и прочую всякую тему. То есть, очень интересная, на самом деле, такая механика, Рили, что вы можете просто спокойно это все разъюзывать. Это реально очень годно. Следующий момент, который у нас тут есть. В случае, если у вас была урна образно, или были там диффуза и БКБ, да, что у нас, как у нас это все будет работать. Если у Z, здесь у основного, есть урна и там два заряда, при создании Tempest Double, вы, конечно же, спокойно сможете у Tempest Double, у этой иллюзии, раскидывать эту урну без вреда также для самого основного Z. То есть, если вы создаете эту иллюзию, то иллюзия считается отдельным существом, как я уже и говорил. Вот такая вот приколюха. Золото, конечно, можно обузить люто. Кстати, можно еще рефреш основному Z создать, и можно вот так вот два Z вот так вот создать, и вот так вот по приколу, так сказать, работать. Вот так вот по приколу и можно будет работать. Вот такая вот приколюха. То есть, можно будет сразу двумя Z играться, то есть, двумя иллюзиями, тупо за счет рефреша. Но это уже совсем, конечно же, другая история. Следующий момент, который у нас тут, ребятки, есть. Это артефакты, которые нельзя или можно обузить. Как вы поняли, Мидас можно обузить. Можно обузить диффузел, можно обузить БКБ. Некрачи, кстати, перебафаются, если у вас рефреш. Рефреш. Но, опять-таки, рефреш темп с W нельзя. Нельзя ложить. То есть, абсолютно бесполезно. Сейчас, на самом деле, информацию сказал, то, что некрачи перебафаются. Потому что, ну, они перебафаются, в случае, если я вот так вот нажму, они перебафаются. Это понятно. Но вот темп с W, они никак не перебафаются, потому что нельзя заюзать, так сказать, рефреш в темп с W. То есть, в общем, это немного сложновато, но ничего страшного. Сейчас разберемся. Следующие. Артефакты, которые можно и нельзя. Артефакты, которые нельзя клонировать с помощью темп с W. Это варды, сентри, опсы, смака, рефрешер, как я уже и говорил, и аега. Да, нельзя эти артефакты обузить. Но, можно обузить гем и рапиру. Показываю, как это работает. Образно. У вас тут минус итем див, минус итем 158. У вас есть рапира. И, конечно же, это 374 урона. Создается темп с W и поехало. Также наносите урон. Абсолютно все так же. И давайте сейчас сольем эту иллюзию. Сольем эту иллюзию и посмотрим, что у нас будет. Выпадет ли рапира? Рапира не выпадает. Тем самым, говоря о том, что вы можете обузить. Обузить. И так же будет с гемом. Так же будет все работать. Будет трусайд. Но не будет выпадать при смерти. Это реально очень круто. Этот обуз реально очень хорош. Реально очень хорош. Следующее, что у нас есть, в принципе. Что касаемо самой иллюзии. Сларк может стянуть с этой иллюзии статы. При этом статы остаются. А также баунти хантер. Как вы знаете, за эту иллюзию не дается золото. Но если баунти хантер накинул трек, то за трек вы, в принципе, получите. Добивание, так сказать, темп с дабл. Вот такая вот у нас тема. Следующее, что я хочу посмотреть, это Мон. Это Моншард. Говорят, что не унаследует почему-то Моншард. Нет, унаследует. Очень странно. На сайте Айкапа написано, что Моншарды и Аганим Септер не унаследуются за этом. И это реально очень странно. В принципе, ребята, я думаю, мы разобрали очень большое количество различных приколюх. И, конечно же, вопросов теперь не должно быть. Вроде разобрали все. Давайте закрепим, что у нас дает темп с дабл. Вы создаете иллюзию. Если у вас уровень прокачки не третий, то вы теряете определенное количество здоровья и хп, здоровья и маны для того, чтобы создать эту иллюзию. Далее, что может делать иллюзия? Она может юзать инвентарь. Она может юзать способности. Она также дамажит. И она, конечно же, также получает, как основной Зет. При этом можно все разюзывать, кроме, кроме, конечно же, вардов, центрей, смоков, рефрешера и айейги. Но все остальное можно. Можно, так сказать, юзать рапиру. Можно юзать гем. Это основные моменты. Также у Зета бесконечный запас. У второго Зета, у иллюзии, бесконечный запас диффьюзелов и БКБ. Он полностью идентичил нашему основному персонажу. Надеюсь, вы эту тему поняли. Закрепили. Теперь можно расслабиться, ребятки. Ну и что ж. В принципе, теория подошла к концу на данном персонаже. Аганима, к сожалению, у Зета нет. И это, в принципе, очень хорошо. Он и так, в принципе, неплохо сбалансирован. В отличие от 83-й карты. Ребятки, что ж. Надеюсь, данная теория вам понравилась. Может быть, что-то новенькое вы и узнали. Вот такой у нас сегодня Зеттик получился. Всем спасибо, кто досмотрел теорию. От души, ребятки. Сейчас будем играть практику. Я для вас заготовил интересные игры. Это, конечно же, Default. Потом ДД. И, конечно же, Magical Build. Да, реально, надеюсь, будет очень интересно. Надеюсь, катки получились интересненькие для вас. Вам будет интересно это посмотреть. Ну и, в принципе, все. Не забудьте поставить лайк за старание. 60 минут почти я тещу. Я еще перезапускал лобби разочек. И, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. И поехали смотреть прикольную практику. Так, ну что, друзья. Загружается у нас каточка. Сейчас мы сыграем Зетом. Через центральную линию. А Зет это центр. И, конечно же, сыграем в дефолтном билде. Который вы так любите с 83-й карты. Который здесь максимально отвратителен. На 85-й карте, ребятки. Максимально. А именно это. Манта, Дезоль и так далее. Манта, Дезоль, Некрачи и так далее. Некрачи хорошая вещь. Манта, Дезоль. Тут, тут. Вот так вот, надо сказать. GG. Это очень-очень плохие артефакты. Что ж, смотрите. Что нам нужно сделать, ребятки. В этой игре. Во-первых, поговорить о контрпиках. Что у нас контрпикает очень сильно Зетта? Это, конечно же, Манки Кинг Бар. И если вы имеете Манки Кинг Бар, то Зетт, конечно же, будет хапать немного, стоя в своем поле. Но не суть. Зетта, в принципе, убивать, я считаю, самое профитно только магией. Потому что физикой при правильном контроле Зетта очень-очень тяжело убивать, на самом деле. Очень тяжело, потому что он там поле на себя подкинет. Там еще подкинет. Если Темпест рядом, так вообще там два поля, 10 секунд просто неуязвимости физической. Но это очень тяжело будет. Далее, что нам нужно сделать? Что по этой катке у нас, ребятки? Да, да, действительно. Тот самый билд, который, так сказать, юзается на 83-й карте. Это метовый билд 83-й карты. Я считаю, что на 85-й карте метовый билд намного отличается. Немного отличается от другого метового билда. То есть, если на 83-й карте метовый билд на Зетта, это Манта, Дезоль, там, пошел там Кираса, там. Всякие там некрономиконы. То здесь это совсем по-другому. Здесь, я считаю, самый лютый профит, это играть через молнию на Зетте. Серьезно. И это катка будет вторая, которой мы будем сегодня играть. А первую катку мы сыграем через некрачей. Сейчас я вам покажу, что в этом плохого, в этом билде. Но, на самом деле, плохого ничего нету через некрачей играть. На самом деле, ничего нет. Но, если там есть инвизоры, то рекомендую даже некрачей собрать. А если инвизоров нет, то, в принципе, и смысла нет. Тем более, уже тарить Дезоль с Мантой. Ну, это, по сути, такая 5000 забивания слота. То есть, получается, Манта. И 3000 это очень дешевый слот для такого героя. 3000 золота на Дезолятор. Ну, это смешно. Это смешно, ребят. Поэтому, сейчас будем смеяться на центральной линии. Почему я пойду на центральной линии? Что там? Алло, берите мидер. Надо я, мид. Ты чат. Читай, друг. Бери мидер, говорит. Пятый слот. Ох, жесть. Ужастики какие-то. А куда ты за это хочешь? В изи-лайн поставить? Отсуждаю максимально. Так, смотрите, что мы будем сейчас собирать. Через врайсбэндик. И, конечно же, агрессивную центральную линию. Сейчас задушим. И покажу вам, что по билду можно как делать. Как это интересно. Как-то не увидели. А как можно вот это не увидеть, да? Тут мид вот написано сразу. До пика героев, мид. Так, лина, да? Фулл хд там будет. Лина какая-то. Смотрите. Билд. Очень важный момент. Неправильно будет бегать, если у вас будет просто там в рейсбэнд и мидас. Потому что вы будете бесполезным куском, который, возможно, еще будут загангивать. И вы не сможете ничего сделать абсолютно. Вам даже мидас не поможет. Вы не сможете камбэкнуть. Я лично рекомендую начинать билды на зета с сапога, аквилы, плюс-минус там расходнички. Возможно, стик, если вам требуется. И работаем. Вот так вот и можно делать. И потом дальше делать все остальные артефакты. Вам главное устояться, чтобы не было никаких гангов по вам. Знаете, чтобы у вас была уверенность, что вас не задушат. Даже если у вас будет там, ну, вот этот, без сапога, вот этот билд. Вам нужна уверенность, что вас не задушат. Если вас задушат, то все. Вам гг. GG. GG. Good game. Well played. И все. И гг. Так, у нас все настроено. Все это включено. Это хорошо. Все отлично. И погнали. Берем рейсбэнд. Хилочку. И let's go. Как обузить на шестом левеле, я тоже покажу. А пока курим. А курить вредно, я не рекомендую. Погнали. Так, вот такой вот билд. Поехали. Тренд протектор там на рандоме выпадает у пацана. Да, походу. Has a random. А не, has chosen. Выбрал он. Хорош. Значит, не АФК. Так, значит, смотрите, что мне нужно. Мне нужен будет вардик. Чуть позже. И все. Первое, что качаем, это флакс. На руне, конечно же, флакс. Можно взять флакс и душить. Раскачка у нас будет такая. 1, 2, 3. Простенько и понятно. 1, 2, 3 раскачечка. А потом максим третий, максим первый. И поле оставляем. Но я иногда начинаю жонглировать между флаксом и магнетиком. По чуть-чуть. Вот сюда. Парень поймет, да, наверное? Поймет, наверное, парень. Хорош. Так. Хорошо. Делаем сначала что? В рейдбэндик апаем. В аквилочку. Берем сапожочек. Если там будет Лина на меду, в принципе, будет немножко тяжело. Но первое время. Она, в принципе, бить с руки меня особо не сможет, если у нас драка с ней затеется. Я думаю, проблем никаких не будет. И что там у нее? А, ну она, в принципе, такая, походу, прокастерская будет. Через ману, да? Так задушивать будет. На самом деле будет тяжело. И Лина, кстати, сможет законтрить Зетта в лейтгейм. Законтрить сможет, мне кажется. Тебе берите, ведь там 4. Как будто, знаете, ФБ. Берешь, как бы, ну да, и оно просто лежит и тебя ждет. Так. Ну тут надо пытаться искусство Криса работать. Хорошо. Искусство Криса сработало. Он забирать собирается. Типичная 5К ПТС игра. Добрый вечер. Добрый вечер. Типичная 5К ПТС игра. Хорош. Так, отлично. Подблочиваем немножко центральную. Первое, что мы, наверное, купим в сапог, возможно, для мобильности от Лины, чтобы можно было ее и тычковать. Кстати, не забывайте, что если вы стоите против милишника на Зетте, то милишника желательно по КД пичкуйте. А если милишник захочет с вами погрызаться, то, конечно же, поле под себя и поехало. Жесть, не могу проглосхичивать. Ладно, вот этих добиваем. Оп, хорош. Три. Три своих добил, но не одного вражеского. Нормально. Как обычно, в принципе. Это Хинайзис. Оп, одного хотя бы добил со второй пачки. Это прокаст Лина будет. Будет некомфортно стоять. Прокаст Лина. Это никогда некомфортно. Стики взять, попытаться сейчас. Стики. Стики давайте с парка возьмем сейчас, если что. Улучшим момент, попробуем напасть. Еще хилочку расходничек. Все, и погнали. Пушим. Давай стычканем. Оп, хорош. Спам-контора, конечно, веселенькая, но нифига не весело. Постоянно будет лайн на меня запушивать. На линии. Стик взяла. А то я прям так маги много юзаю, брат. Ой, хорош. А вот я сейчас буду нападать, кстати. Или нет, не буду. Слишком много крипов, у меня нету поля. Станчик пошел в дело. Подраться. Вот о чем я говорил, да? 1, 2, 3 намного лучше раскачивать. Потому что сейчас бы поле подставил, побил бы. Крипов у меня, к слову, вообще нету. Не могу что-то проласхищивать. Хотя ласхидить на нем, в принципе, не сложно. Герой сам по себе несложный. Зет. Только контроля много требует. Будем убивать ее сейчас, да? Заагрессируем давайте. Так, делай, да? Ты, ну, я тут убиваю, по идее, даже еще. Две тычки надо бы только дать. Да нет, такое себе. Да, поблочь, поблочь, ты молодец. Какой сильный на ИЕСе, умничка. Молодец, какой сильный, сильный. Все, успокойся, успокойся. Жалко, не забрал я Лину из-за ИЕСа в инвизию, но ничего страшного. Расходники только потерял. Так, но меня роумят, это хорошо. Это хорошо, в принципе. Для Лины, но не для меня. Это хорошо. Сильный там ИЕС, вообще очень мощный. Не видно сразу по блокингу, такой, знаете. Типа, я тебе не дам пройти. Мне, в принципе, до этого дожить. До ультимейта. И нормал Д будет. Так, ну вот это такое себе. Сколько у меня один от скрипов в миду, да? Давно так плохо не ласхитил. Надо чуть... Пытаться лучше проласхичать. Нет, не удается пока. 25 латенс поставим. Поможет, глядишь. Хорош. Все, манго берем. Сапог есть. Так, ИЕС меня не обошел случайно. Я не видел, пока там с затарами воевался. А, ну да, я так и понял. Хорош. Я умираю, тут даже стики не помогут. Вот так вот. Да, я прогулял, пока он... Обходил. ТП. Вижу. Ну ладно, меня роумят. ЕС стоит, не отходит от Лины. С Линой так тяжело, в принципе, стоять. Но на 85-й карте не тяжело, я бы вынес ее. Чуть-чуть повезло им, что ЕС поможи делает. И курочка не долетела, жалко. Сейчас можно на агрессии, кстати, газануть на нее. А, 5-й левел. Не, смотрите, у него левела типа нет, ничего нет. Погнали. Жесть, у меня что-то с контролем вообще. Максимально плохо расконтриваю. Тавер кидаем. Ага, там крибы идут. Ну, такое себе. Ладно, темпеста ждем. У меня вообще максимально что-то сейчас плохо с контролем. На самом деле, я прошлую катку играл, сейчас 70 минут с мега-крипами. Походу, я от нее до сих пор не отошел еще. У меня там маны на стан есть, на самом деле. Если не промах, то забираю, по идее. Да, нормально. Отлично. Наконец-таки, таки ее вытерпел. Хорош. Хорош. Так, обузим хилочку. И мангусик закидываем. Отлично. И формируем дальше. Так, это надо сделать тут аквилку сейчас. И фармим аккуратненько, ребятки. Крипов у меня очень мало в миду. Вижу ЕСа на карте. Дорогого. Моего друга. Так, ну аквилу мне не дали взять. Можно, знаете, сейчас сразу вот так вот сделать. Я думаю, почему нет. Чтобы не было таких рьюзов, и тпшечку взять. О, в куру у меня. Друзья, я себе взял. 170 золота, в принципе, не так уж и много. Хороший. Лина такая автоотачиловая чувство. Она не фармит даже. Как такой линии можно мид вообще проиграть? Не понимаю. Ну вот ЕС, видите, старается своему мидеру. Как-то гангать, да? Мидер, мягко говоря, не очень. Может, она себя как-то раскроет чуть позже. Но я более чем уверен, что этот мидер не очень сильный. Так, гоу. Рубчик пришел. Так, делай, да? Хороший я поле успел на себя кинуть. Нормально. Вот так вот расконтрили, подобузили немножко. Два спарка кинули. Плюс два флакса. Даже Ливен Кармор не помог. Даже Ливен Кармор не помог. Позилку я не включаю, Аквилу вернее. Потому что она будет пушить лайн. Я хочу под своим тавером стоять. Нужно аккуратно отпушивать. Не знаю. По крипстату, ребятки, максимально говно. Не получается ластхитить вообще. Хоть 18 урона. Чем офигенно Аквила? То, что у вас есть урон на ластхит. И это самое главное. И обратите внимание, я взял себе телепорт. Вопрос для чего, Кен? Чтобы помогать команде. Ребята, помогать команде. Бабушке, поможи, делал? Правильно. И команде. Берем флакс. Сейчас у нас уже будет темпэст. Темпэст будет. Оп, юзаем. Так, раскликиваем. Хорошо. Так, делай, да? Угу. Хорошо, бе. Погнали. Побьем по-быстренькому. Хорош бе. Ну, дальше, я думаю, Медасиус можно взять. Там, в принципе, ЕС что-то овнет, да? Я центральную могу побить пока. Так как тут пушкатка, в принципе, в ориентире, конечно, нам пушить, ребята. Но темпэста нету. Соло туда с руки лететь не очень хочется. Пока Медасиус можно будет сделать. Так, нормал дыб. ЕС дальше пойдет? Он фиссурит. Хорош. Ну, и ЕС там, походу, максимально хорош. Лина пришла еще. Часи. Ну, сейчас темпэст уже будет. Смотрите, там суета. Снайперы. И так сделаем? Есть. Так. Хорош. Отлично. Так, раз контрим. Смотрим, кто здесь есть. Ну, и перо там. Вот так делай, да? Оп, сюдашечки. Ну, это, конечно, лишний стил был, но... Я расконтрил нормально тут. Пойдет, ребят. Если жалко, не забрали, да? Но... Наша цель езита была проста. Зайти и гангануть. Правильно. Правильно. Все. Договорились. Так, ну, это Медасиус. Давай, тыпшся, другалек. Это Медасиус. Другалек. Как бы мой лайн. Ты какой. Ты какой рак. Ты какой рак. Смотри, да? Так, ну, ждем. Погнали. В лесочек, ребятки. В лесочек. Сейчас мы подобудим немного экспириенс. И хорошо будет. Все будет хорошо. О, да тут даже 2х экспириенс подобудим. Чекайте. Берем. Закидываем. Опа. Берем. И тоже апаем экспу. Хорошо. Ост, ост. Друган. Я всегда тут, извини. У меня фармстрата. Выформа. У меня фармстрата. Выформа, другалек. Ост, ост. Ост, ост. Жалко, только я не кинул себе ни хила, ничего. Ээээ. Нах. Нах, друг, нах. Осудите меня за то, что я забрал стаки у Свена, да? И то, как я забрал. Я всегда этот кэмп использую для пополнения экспы. Мидеру всегда оставляйте нижний кэмп. В любом случае. Всегда. Всегда. Лагера нету у тебя еще, другалек? Нету. Ну, тогда гуляй. Рубик там фармит иллюзиями. Нормально. Хорош. Мне нравится. Честно, мне нравится, ребята. Мне нравится. Очень хорошо. По кайфу. Так, а что тогда? Темпеста ждем? И закидываем, конечно же, кнопочку. И делаем не крочей. Или фаст-изолятор. А потом не крочей. Маннесс, на самом деле, на первом левеле. Темпеста вообще не хватает. Опа, нифига себе ты. У меня КД флакс. А меня закрыли, жесть как. Закрыли. Найс. Спарки, на самом деле, лютая вещь. Опа, там безя пошла. Хорош. Пойду в лесочек пойду. Йорс Бруйкер, что делает с этой, да? Ой, Харур, засолил его просто, да? Засолил. На расстоянии, тупо. Засоленные ЕСы в банках продаются. На побережье Черного моря, как говорится. Ты что, дядя? Да нет, жалко. Ну, мангус юзать я не буду. Ладно, погнали сюда. Может, тут регенерация будет? А, дабл дэмэдж тоже неплохо. Тогда делаем вот так вот. Так, вот это вот так. Вот это вот так. Все, и сюда. Чтобы Зет тот же был с дабл дэмэджем, сначала берем, вызываем Зета, потом берем дабл дамагу и работаем. И работаем. И берем дамагу. Первое, что я рекомендую делать на Зете, это, ребятки, Тревел А. Вопрос, почему? Купив Тревел А, вы сможете помогать своей команде очень хорошо. Все. Рассказал. Отлично. Так, ребятки, дальше формируем. Вот тут сейчас подстакаем. Тревел А у меня уже есть. Хорошо, что я Соло Куру себе взял. Не прогадаю вообще. Вообще не прогадаю. Вот так делаем, да, отводим. Что у нас там? 50 крипов, ребятки. Очень мало. Очень мало крипов. Что я не могу сделать, если я такой рак? Ничего не сделать, к сожалению. Смотри, какой бежит, да? Пофиг ему, он я пришел тут забирать. А я вот такой. А я еще и вот такой. Бери. Спасибо, брат. Спасибо, дорогой. Что, вставляешь? Томбу зафармим? Отлично. 75 фризолота. Фризолота 75. Еще с боковых лайнов возьму немножко. Отлично. Я прилетел, забрал томбу, 75 золотых, и еще два крипа зафармил. Просто прекрасно. Отличная реализация раннего темпеста. Просто гениально. Так, это вот так вот. Пока что фармим. Вот такой вот у нас пока что фарм-контроль. 13 минута. Файтов нету. ТП-600 темпестам некуда. Если что, помогайте просто темпестам, и все. Раскидайте себе хилл, ману, там и погнали. Рубика там не убивает, он по ту сторону дороги. По ту сторону дороги. Или все-таки убивают. Убивают, да? Но я поможи, сделаю. Нет смысла, тут как бы флаг скидать, да? Типа, можно вот так сделать. Вот так вот делай, да? Так, это вот так вот. Это вот так вот. Так делай, да? Эту томбу ворует. Эту томбу забрали. Жалко, что мы не забрали ничего. Ну там Руфиуса там, например, да? Эти Криса езжи. Пойдет. Ну, с командой деремся, все хорошо. Давайте, наверное, сделаем Дезоля, потом Некрачей, а? Как думаете? Да, типа, ну, с Дезолем будет, типа, повеселее. Но с Некрачами можно быстрее фармить. С Некрачами можно быстрее фармить. Сунг-кунг. Шансунг. Шансунг пришел. Бардик бы на центральный, но мы сейчас ткнем сюда. Тики мне, в принципе, не нужны. Абсолютно. Центральная линия закончилась. Какого-то там чела хотят кикнуть. Вот этот кэмп оставляют. Рош. Все, наставляют. Действительно, это годно. Отлично, вот так делаем. О, бинды перепутал. Печаль. Но без хила остался я. Чуть-чуть. Чуть без хила остался. Я так и думал, что накосячил где-нибудь. Ну, вот, накосячил. Как обычно. В принципе, как обычно, накосячил. Это нормально. Так, есть. Но, в принципе, лайны выиграны, я вроде вижу. По XP у меня очень гуд. Супер гуд. Супер гуд по XP. Крипов всех забрал. Замбедия. И раз Бруйкер идет, будет закрывать, не? Да иллюзия, наверное. Он бы так наглый не шел. Огонь не шел бы. Вот сюда делаем. Это тоже иллюзия, да? Понимающая. Иллюзия, которая понимает. Понимающая иллюзия. Иллюзия, которая понимает. Понимающая иллюзия, правильно? Можно, в принципе, леса уйти, да? Кто с некрачами леса, парни? Че там мешает? Аккуратненько леса с некрами будем бить. В принципе, после 11-го левела уже... Расход маны и хп не такой большой. Уже не такой большой. Немного проще. Можно не париться. Ля, там фиссурницы летят. А мы центрально можем сломать пока что. Да? Правильно, правильно. Центрально сломаем пока что. Первая засада некрономика, она поехала. Ребята, душа страшно. Врубай. Да? Лиджи. Так, вот сюда. Орудник там всех убивает чисто. Ворует все, что нужно и не нужно. Это жестко. Зачем тистилищ, говорит? Так, он кнопки по КД просто, наверное, жмет и все. Так, ну у меня там крипов центрально уже вышли, да? Хорошо, у нас уже есть. Некра. Двоечка. Знаете, что вообще в идеале с таким билдом делать? Конечно же, все пушить. Пока пацаны фэфэ там думают писать или нет. Мы сейчас выфармим еще некра. В принципе, легкая, походу, будет. Но вы Лин увидели? Да, Лина там. Мягко говоря, неопытная, как я и сказал сразу. Она автотачит, просто стоит. Про себя. Отлично. Пойдет, ломаем. Ломай эту контору. Можно ломать эту контору 24 на 7. Рожь. А тут с этим сейчас тоже можно пополамать все. Некрачи работают, можно работать. Раз Некрачи и два Некрачи. Все. Есть у нас третий левел Некрономиком. Это очень хорошо. А это значит что? Значит, товара будут падать еще с большим, так сказать, результатом, с большей прогрессией. И это годно. Ломаем по чуть-чуть, ребятки. Некрачи уже летят троечка. Свен уходит в инвизби. Ля, какой Свен у нас там. Свен серьезненький. Опа, там пацан сфидел на Рубике. Так, вот сюда. Сюда. Так, у меня Некрачи пропали. Так, делай, да? Есть, стой, дядя. Ох уж этот дядя. Не дает, короче, убивать его, да? Ну, до этого я заберу. Хорош. Что на характере? На характере забрал. О, подходим. Хорош. Пойдет. Так, ну, первая катка у нас удается успешненько. Как говорится. Успешненько. Работаем. ХП я все просадил в лесочке. Работаем дальше. С Некрачами тройка желательно самому фармить. В принципе, вся катка на Зета, это такое, ну, фарм чисто, знаете. Лесной фарм. Лесной болван. Получается. Скач это там, дипл клики нажимает. Погнали отсюда. Веншин-то всходим. Пти. Вот сюда, наверное, да? Будем топ толкать подсчуть. Нифига себе там, пацаны, душат. Фулл ХД убивает. Это Лина. О, пацаны. Камбузкают. Ну, я топ поломаю пока. Рожби. На миду фарм тоже. У нас есть 2000, Nextum, Дезоль. А, топ тавр падает уже, ребята даже смотрятся. Оп, хорош. Топ тавр падает, этого достаточно. Этого крипа не суицидим. Я не люблю билд через Некрономиконы, знаете почему? Типа вот фирст артефакты Некры, вот, да? Потому что Некры вообще в целом это фит-контора, если вы их не доконтриваете. И плюс Некрономикон это такая вещь, которая актуальна до одного момента. Так, ну, Тэшку я забираю, да, по идее? Брат, давай, души этого Некра. Орну, если умрешь. Не умер, печалька. О, кстати, я знаете, что могу сделать? Вот так вот. Давай, 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 давай. Хорошо. Хорош. Отлично, еще Медас 0 бы кого-нибудь. Ну, жалусь. Нормально. Отлично сделал. Прекрасно. Сейчас Дезолятор уже будет. Хорош. Так вот. Я рекомендую собирать Некрочи, только если там есть какие-то инвизоры. А просто так, честно, вот этот билд, который я сейчас собираю, я считаю, что он не актуален. Этот билд. Он не актуален, я считаю. Знаете почему? Почему? Потому что этот Зет, он не такой сильный, как, я считаю, тот Зет, который я буду собирать далее. А именно, через молнию. Тот Зет прям вообще пушка. Мне очень заходит он. Он реально очень сильный. Очень годный. Этот Зет какой-то, ну, на самом деле скучноватый. Просто постоянно на вот этом, на пуши на каком-то, что-то фарм. А тот Зет, он такой. Только у вас Темпест сразу в драку. Опа, побежали и задушили. Иногда, кстати, Темпеста раскликивать можно через Shift. Ну, чаще всего в лейтгеймах я обычно так его расконтриваю. Так, берем вот так вот, делаем, да. Давайте там хилочку себе накинем. Можно уже, кстати, Мангусы это все поскидывать. Погнали на базу сходим. Наверное, куру нет смысла везти. Сейчас все на базе раскидаем. Так вот, через Shift просто. Когда вам некогда расконтривать, вы берете, просто нажимаете там образно. Темпест, F2, там Shift, туда-сюда. Я сейчас-то покажу, как это делается. Все вы знаете, как играть с Shift после Гайдена Тинкера. Поэтому я сейчас расскажу. Давайте вот так вот сделаем. Хорош. Ребята, там фидонит. Я пока что калдаун. Я могу на топ полететь, сломать им топ. В принципе, все как надо. Ух, там подкоп какой. Давай вот так сделаем. Этих пацанов вот так высадили. Высадка чисто. Десанта. Высадка десанта. Погнали на низ. Вот так вот образно. Раз, два, три. И все. То есть оно прилетит, создаст некров, поставит поле. Можно было еще нажать Мидас. Спокойно. Через Shift и все, огонь. Пойдем вот сюда в лес, найти. Кэмп. Сейчас парк поставлю. Эх, не успел. Не успел. Спарк поставить, чтобы вард пропалить. По-другому не пропалю. Сейчас можно вообще дагерочек сделать. Чтобы можно было прыгать и снайперов убивать. Я лучше так и сделаю. С дагером можно будет прыгать, нажимать все кнопки. Кайфовать. Так и сделаем сейчас. Там Безю поставил на хг, нормально. Манту потом. И что там, рапира, наверное, какая-нибудь типа. Стандартный дефолтный билд. Тут можно вообще Рошана... Ой, Рошана. Колодец попытаться забрать с даггером. Рошана забрать. Так, вот это сюда сделаем. Есть тут что-нибудь? Нету вардика, да? Все, погнали за даггером. За даггером, let's go. Так, даггерочки есть. Ломаем. Ребята, бедолаги, это не кратчей, от этих бегают. Как я их понимаю? И кратчей, это страшно. Ну и все лайны я постоянно подпушиваю. Так, давайте вот так вот сделаем. Хорошо. Этого сюда. Есть тут что-нибудь? Нету варда. Так, отходим. Низ парни ломают. Ух там, прокасты на меду. А мы пока пофармим, побегаем. Нормалды все. Все лайны подпушиваются. Все годненько. Так, делаем вот так. Раз, два, три, пять, один. Хорошо. Он прилетает туда, все кнопки сам нажимает. То есть можно так раскликивать. Я лично сейчас могу дополнительно помикрить. Как бы shift нажимать в падлу, потому что все равно подконтривает. Есть. Отлично. А те некорочи не будем суицидить. Пусть они пойдут в леса, погоняют. Леса пусть погоняют. И надо в одну драку бы, наверное, влиться. Какой-нибудь тусовочную. Тусовку какую-нибудь провести. Интересную. Сейчас манту купим. И рапирую. Можно будет пытаться колодец сломать. По чуть. Катка, в принципе, ровная пока что. Но надо сторону одну сломать. Желательно топ. Чтоб можно было по топу как-то двигаться. А лучше низ. А лучше низ. И двигаться по чуть. Хайграунд более агрессивно. Просто я-то играю на контент. Я бы мог уже давно спушить. Это понятно. Но я играю на контент. Мне нужен контент в этой катке. А именно что-нибудь. Колодец сломать или еще что-нибудь. Поэтому как бы можно не спешить. Можно не спешить. Хорош. Не успеваю немного это ударить. Даже пробафать. Минус дизолем. Минус дизолем. Минус армором. Ну, топ-ташка. Ташка падает по чуть. По чуть падает. Ребятки в шоке. Не знаю, что делать. По чуть-по чуть. Так, это есть. 13. Хорошо. Можно, в принципе, уже не трансмутить больших крипов, а маленьких трансмутить на золото именно. Иногда бывает такая привычка, что вы все равно трансмутите больших крипов, чтобы получать как можно больше экспы. Оно как бы уже не столь актуально уже в лейтгейме, потому что у вас экспа, в принципе, есть. Золота, может быть, не хватает. Заходим на ХГ, ставим поле. И поехали. Опа. Вот это, кстати, наш клиент. Или нет? Неплохо. Неплохо. Некрача забрал, умер. Хорош. Не дают, кстати, пушить. Пушить не дают. Сейчас лес ковыряем. Лес ковыряем, ребятки. Лайн ковыряем, лес ковыряем. Так, Лайн. Свен пошел забирать, да? Плохо. Плохо. Майента почти есть. Майента почти есть. Майента почти есть. Погнали на топ. Тут я все вычистил, в принципе. Хорош, поможем сейчас ребятам. Хорош. И медаль с ним еще. Отлично. Пойдет. Ребята, мид попушит, да? Походу. Пойдет. Манта был. Снайпер дефится. Братулец. Ух ты, каков. Ух ты, руты какие сильные. Убивайте Свена. Я томбу побью, не крачами. Пойдемте на низ. Давайте манты купим. Манты купим. Ребята дефятся. Дефятся. И я им прикол, прикол сделаю. Постараюсь колодец вынести еще. Колодец еще вынести. Так, вот так вот. Оба, пошло дело. Пошло дело. Ля, какой стилерби. Стилерби. Но этого я забираю. Такой себе Санкинг. СК. Зачем ты это делаешь? Сто процентов СК его был. Случайно, говорит, ты застилить хотел. Вот сто процентов хотел застилить. Сто процентов хотел застилить. Сто процентов. Так, хорошо. Тут есть ДДшечка. Ладно, я ж не Рубик, говорит. Ну, аргументированно. По-любому. Аргументированно. Так, манта есть. Манта есть, ребятки. Манту берем. Создаем. Темпеста берем. Хорошо, погнали. Погнали, душите. Ну, ладно, Лину тогда. Опа. Пойдет. Свена задушили еще. Нормально, next трапируем, можно работать, ребят. В принципе, 30-ая минута, 6 слотов почти. Это очень хорошо. Сейчас топ будем подпушивать еще. Пойдет. У нас Мидас еще. Мидас продадим, шарт будет. Опа, репликейт поехала. Я думаю, это что, мой ЗЭТ? Я ж не вызвал, вроде. Давайте потопа вот так вот сделаем. Все, и пошел вот этот телега. Телега уничтожения. Телега уничтожения. Телега уничтожения. Темпеста будем сейчас на особое задание отправлять. Вот так вот. Ой, не тот бинд. Надо бинды поменять. Яман случайно боится. Хорош. Сейчас рапирку докупим и погнали. Колодец почуть душить. Нормально. Сейчас рез будет. Отлично, успел. Хорошо. В принципе, я надеюсь, ребятки, вам понятно, как. Ну, тут именно дело контроля на данном персонаже. Тут нужно прям контролить на нем, уметь и все. Тупо контролить. Надо еще, если желательно, одну сторону сломать. Желательно. Сейчас топ будем подпушить постоянно. Так, вот это поменяем вот так, команду туда. Хорошо, чтоб я не путался. А то бинды понажимаешь, как обычно, все подряд. 4 секунды, хорошо. От иллюзий толку вообще нету, на самом деле. Иллюзии очень слабенькие. Хорошо. С веновыми доубили. И, короче, я создам и погнал. И вот сюда. Так, побежали. Побежали, альби. Пойдет. Почуть. Сколько там? 2000, 3000 хп отняли. Хорошо. У каждого своя кура. А, это, кстати, есть такое. Да не, мне удобнее, чем... Ну, лучше, чтоб своя была. Намного удобнее. Так, ну это почти рапира есть, да? И надо бы одну сторону, ребятки, подсломать. Иначе потом упремся в потолок и не сможем ничего сломать. Давайте сниз сломаем или топ. Сейчас посмотрим. Ну, по низу раз идем, внизу темпеста. Сейчас и погнали. Низ подсломаем. Немного. Будет нормально. Все, хорош. И можно зарапировать, в принципе. Пойдет. Так, успел я тут закинуть, да? Хорошо. Вот так вот делаем. Отлично. Пойдет. Мидас можно будет в куру закинуть, в принципе. Надо низ сломать срочно. Ребята, по чуть будут низ там ломать. Давай, давай, давай. Работаем. Низ ломаем. С рапирой чуть полегче ломать будет. Чуть-чуть полегче. Так, ну, мид пустой, да? Мидас в помойку. Хорошо. Рапирджаны поехали. И поехали. Хорошо. Расконтролим. Иллюзии под контроль сразу падают. Так, я готов. Хорошо. Надо бы подпушивать. Так, ну, давайте, наверное, некрачей не будем сильно фидить некрачами. Некрачей отведем. Сюда. Ага, некрачей зафармили таки. Хорош. Ну, 35-ая минута, 6 слотов. В принципе, ребята, нормально. Не считая того, что я фулл фри всю игру ковыряюсь тут. Всю игру ковыряю фулл фри. Можно, знаете, что сделать. Куру сюда привезти, это первый момент. Второй момент. И начинать делать свою конторную тему. Можно забуриться вот сюда и пытаться сломать им колодец. Пока дает МПС-то. Ребята, они будут знать, что я тут. Погнали, так и сделаем. Ломаем. Найс. Пойдет, но все, вглифт долбил. Тэшку забрал. Хорошо. Уже лучше. Уже лучше. Ребята, там Рошана забирают. Неплохо. Нам бы топ сломать до конца, чтобы топ пушился. Будет огонь. И темпеста можно будет тут подьюзывать. Вот здесь аккуратненько выходить вот так вот. Выходить и душить. Но желательно сначала не сломать. Не сломать желательно. Есть. Крысиные тактики. Крысиные тактики. Одна тычка. Хорош. Ой-яй-яй-яй. Я хорош. Молодец. Отлично. Отлично. Неплохо. Все, можно тут тусить просто. Все, есть. У меня только шарт остался. И... И куру желательно тут держать. Вдруг меня найдут. Раскусят. И аккуратненько нужно будет забрать рапиру под контроль. То есть все. Так, топ у них будет пушиться сейчас за счет крипов. Я могу, в принципе, пытаться колодец им снести. Колодец им снести. Вот отсюда, по идее, должен успевать досюда догироваться. Да. Так, вот, скорости атаки вообще нету. Вообще нету. Нифига, там душиловка. Заказ у мадалам там, блин, из гемом. Но мне надо будет много времени, чтобы сломать им колодец. Очень много. Желательно за вардиса. И сейчас еще шарк перенесем себе. Жесть, такое долгое кд. Я просто здесь буду стоять АФК. Здесь бы какого-нибудь крипа сюда как-то перетянуть, да? Было бы круто. То есть, ну как? Тут прикольно было бы, если там образно какой-нибудь... Ну, курой нельзя не кратчей, допустим, юзать, да? Нельзя курой юзать не кратчей. Можно было бы, знаете, типа, какого-нибудь... Ну, просто банального крипа сюда как-то перетянуть. Типа Венге, там, знаете, насвапать просто. Тык-тык-тык-тык-тык. Либо там фура трентов вызовет. Тпшится. Типа, намного проще было бы. Давайте еще разочек. Погнали. Надо выйти отсюда. Погнали. Форманем? Кура пусть тут висит. Слайпер, там, лотар и скади, нифига себе. Пойдем помогать. Фура, давайте отправим магаз. Магаз. И надо сломать сторону до конца. Так, не варик. Так, это сюда. Ух ты, меня сзади заеблили. Кстати, возможно, минус рапира, да? Ну, заберем. Хорош. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это что сейчас произошло? А можно двигаться вперед. Ага. Ну, типа на вставочку, что ли, работа была какая-то? Типа на вставочку, что ли, какая-то работа? Печалька. Пойдет, пойдет. Нормально. Так, шарды. Хорош. И топ можно сломать. Давайте топ-то сделаем, шарт на топ. Я уже думал, там гг, а лина таймингом ошиблась. И зажалась потом, и все. Топ-тэшку сломаю. Топ-тэшку сломаю, надо убегать отсюда. Хорош. Все, забысл. Так, еще и шар, да, докупили мы. Отлично. Все, теперь можно расслабиться, ребятки. И встать туда. Встать туда, там стоять, чилить, кайфовать. Доберусь сейчас до туда. И почти колодец ломать. Ну, манта типа такое. Тут можно будет продать, манту можно будет еще рапируй взять. Так, гоу. Хорош. Ломаем вторую сторону, да? Пацаны, ну, у меня строгий план. Колодец. Строгий план это колодец, извините. Да, жестко, конечно. Все равно иллюзии что-то до вносят, да? Так, и боковую еще сторону подпушить бы. Было бы круто. Если я боковую сторону сломаю, будет очень хорошо. Знаете чем? Тем, что у них постоянно будет подпушь, они вынуждены будут сидеть на дефе. И не сможет... Сможет подъюзывать. Денег дай. Актарин собрать. Умный такой на рубике сидит парень. Актарин куру говорит. Я ломаю эту контору. Круто было бы, если бы он танчил, да? Да, получается, все собрать, все наюзать, чтобы он танчил этот именно. Именно основной, то есть промахи. А те вдамаживали, то есть было бы немного правильнее, я считаю. А так немного тяжело. Немного тяжело и долго. Так, они там решили подпушить, да? Решили подпушить. Сейчас еще раз темпеста создадим, и надо в деф выйти. Жесть, там ребята душат. Ну, у них, типа, время, знаете, и так работает. Типа, они могут прогулять свой колодец, пока там душиловка вся идет. Давайте вот так понаглеем немного. Два этих создадим. Поля. Вот отсюда будем убивать. Два поля создадим. Пусть сломает. Два поля будет. Жесть. Даже неловко. Ну вот это импактно, да, уже? То есть пока они там дерутся, я вот на кайфах. Ну вот задефимся. Вот задефимся. Колодца у них, походу, не будет в этой катке. Так, пушаем. Отлично. И сами в лесочек. Крипы там уже в хаге. Пойдет. Крипы уже там в хаге. Поста, неплохо. Отлично, отсюда вообще по кайфу, да, пока ребята там бегают. Можно делать вещи. Че, погнали по такой же стратегии. По-моему, даже неплохо выглядит. Но пока так. Холостую, пока доберемся все равно. Пока доберемся. Погнали, почуть. Пол хп. Колодец же. Но еще заход, я еще пол хп сниму. Еще, вот так вот где-то будет. Еще заход будет. Но они теперь в дефе по-любому будут. Офигенный заход сейчас был, типа, с двумя полями. Это круто вообще было. Круто было. Но колодец надо добить таки уже. Сколько там хп в колодце, е-мое. Первую катку надо посвятить колодцу. С таким билдом. Почему нет? Так, Кура, куда летит? Риверы Тараски, да? Ага. Хорошо, я понял. Мне главное тут не попасться. С этими пуршами. Было очень идеально сейчас, да? Даже можно было самому прыгнуть, побить. Самому прыгнуть, побить, да? Можно было. Я так думаю. Так, у меня есть темпест. Сейчас сделаем вид, что мы дурачки. Ребята там дерутся уже, да? Вот сюда сейчас опять прыгнем. Так, Кура сюда, чтобы видно было. Но ребята, скорее, сейчас все туда забайтятся. Блин, конемся сюда сейчас. Хорошо. Ломаем по чуть. Пойдет. Да, ну, как я и сказал. Что, про пиру, да? Было бы круто. У тебя про пиру было бы круто. Но я на самом деле играю такой, знаете, с этим. Можешь вещи забрать. Неа. Там не варик. Так, че, годефится, что ли? Че нет? Конечно, такое опасное занятие. Так, 17 и 12, да? Не смогут сломать, да? Ну, я, если что, поддефаю, я думаю. Но сейчас темп с, походу, надо на деф юзать. Нет, надо сюда лететь, ребятки. Дефиться. Дефиться надо, парни. Так, вот это не надо мне подставляться. Мне не нужно. Дай выйти. Хорош. Дефимся. Отлично. Оп, еще. Низ решили они нам сломать, таки. Ну, походу, не дадут доломать трон, да? Ой, трон. Ну, там трон падает, пацаны. Я могу просто полететь сейчас на трон, по факту. Потому что мне так нравится, да? Ломает миссы. Опа, братулец, ты куда? Жал, команды нету. Свена там еще, по идее. Ой, Свена, у этого. У чувака. На руке, по-любому, там еще кнопки есть. Так, гоу сюда. Доломать хочется колодец таким. Колодец таки хочется доломать, пацаны. А я так в наглую прыгнул. Трон, пацаны! Девайте, трон! Снайпер там ломает. Пацаны, не то ломаете. Не то ломаете, пацаны. Так, что упадет впервые, трон или колодец, да? Вопрос. Вот такое. Колодец падает, трон падает. Все падает у чуваков. Даже не знает, что, наверное, делать. Жесть. Пусть дефятся, пусть дефятся. Колодец чуть-чуть осталось. Дайте колодец добить, пацаны. Колодец. Дайте добить, да? Пусть дефят. Жесть, чуть-чуть осталось чисто. 6500. Берем трон. Дай колодец добить. Какой трон? Не надо нам трон. Дай колодец добивать. Как раз все откатится сейчас. Но не хватает тут второй рапир, на самом деле. Не так много дэмэдж. Жесть. Не так много дэмэдж. Они даже не догадываются, о чем проблема. Ну, будете знать такие фишки, пацаны. Будете знать. Хорошие дети. Будете знать такие фишки. Пусть пацаны все отсюда уйдут. Будем доломать. Хотя, в принципе, можно... Можно так сделать. Так, ну, они долго его будут убивать, по идее. Хорош. Даламуэн. Чуть остается. Да, еще заходик. Еще заходят. Куру догадается сюда юзануть? Нет, нет. Жесть. Они вообще не понимают, что происходит. Жесть. Это вообще ситуация, на самом деле, печальная. Печально выглядит. Печально выглядит вот эта ситуация. Колодец, походу, падает. Парни, походу, у вас колодец падает. Печалька. Так, ну, в принципе, пойдет. Еще рапирку можно будет сейчас докупить. Ребята, хорошо, что они допушивают. Жесть, ждут чего-то. Так, шесть секунд. Шесть секунд. Ну, типа, сейчас колодец просто упадет в них, и все. Нормально багаюзим, пацаны. GG. Получается, багаюзы, да? Опа, колодца нет, чуваки. А где колодец? А колодца нет, ребята. Нет, это пушить не надо. Надо вот сюда. Колодец пушить не надо, говорят. Что, годушанем тоже? Кура, если что, здесь есть. Кура, если что. Ух ты, я манту заюзал, это была ошибка. А диспл надо было ставить. Они идут на колодец хилиться. Пацаны, у вас нечем хилиться. Ребята, нечем хилиться. Колодца нет, колодца нет. Куда вы? Как хилиться? Нету колодца, пацаны. GG. Ребят, ну первая катка у нас получилась такая по фану. Больше сказать по фану. Снесли колодец пацанам. И, ну, назвать это можно ломать тогда, по чуть. Ребята пытаются тоже идти, пойти, подхилиться. А хилиться-то негде. Что делать, не понимают. Что делать, не понимают, пацаны. Рож. И вот так можно, в принципе, работать под колодцем. А пацаны бегут хилиться под колодец, не понимают, почему не могут хилиться. Пацаны, а колодца-то нет. GG. Ребятки, ну вот такой вот первый билд у нас получился. Пановый, можно сказать, пуш. Страта 83-й карты, но она здесь, я считаю, не актуальна, ребятки. И на самом деле, лучше собираться так, как я буду сейчас собираться. А именно, во второй игре, ребятки. Погнали, next-овы. Сейчас соберемся так, как нужно собираться. Именно по метовому 85-му способу. Погнали, 85-й способ, лол. Хо-хо, осуждаю. Let's go. Итак, ребята, загрузилась у нас очередная игра. И сейчас мы пойдем на Z. Как вы думаете, в каком билде? Конечно же, в моем личном билде, который я играю постоянно. И я считаю этот билд более четким. Более оригинальным, более метовым, нежели чем прошлый билд. Так что вот, ребятки. Fake. Хорошо. Сразу берем Z и погнали. И погнали. Так, смотрите, в общем, что от нас требуется? Это, конечно же, молниеносное. Молнию нам нужно взять. Молния, 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 ребятки. Молния, догерочек, и погнали. Вы посмотрите сразу же разницу между Z некрономикономом. Да, Z некрономиконом или Z молниеносный. Офигенный. Офигенный. Офигенный будет билд у нас. Вы сейчас посмотрите на эту тему. Но и в целом, тут максимальный DD должен быть в этой катке. Ну, как максимальный. Обычный DD. Стандартный Z, ZDD без некрочей. Но если будут инвизоры, придется некрочей сделать. Но чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Сначала молния по-любому. И через молнию будем играть. Ну, а потом третьей катке будет вообще весело, ребят. Спасибо всем, кто на трансляции, на премьере этого гайда. Не забывайте, что каждый вечер стримы в 19 по МСК, Дота 1 и среда суббота у нас Дота 2. Среда суббота это Дота 2 после 12.00. Ну, как 12.00? После 0.00 по МСК. То есть в 19.00 мы начинаем первую Доту по МСК до 0.00. Первую Доту играем. После 0.00 до 2 примерно играем Доту 2. Это у нас суббота-среда. Не забывайте про такое расписание. Это очень важно. Тем, кому интересно Дота 2, играем еще и Доту 2. Так что, ребятки, работаем, как говорится. Делаем душем, практикуем. Хэн, ты перешел Дота 2, да? Хэн и Лох. Чуваки, я не переходил. Я здесь. Я тут. Я тут. Как я могу вас бросить? Вы что? Вы что? Вы что? Я же самая лютая ЧСВ Дота 1. Зачем мне переходить Д2, да? Просто хочется иногда чего-нибудь новенького. О, МКБшечка нарисовалась. Хорошо. Жесть. Ну, серьезный такой пик у оппонентов. Серьезный пик. Тут Лего будет напрягать. Сейчас посмотрим, как будем стоять и с кем стоять. Ну, я так думаю, с Пуджо будем стоять. Пудж Мит сливает автоматически за эту. Просто тычковать надо будет его, и все. И курочка, если будет, будет отлично. Снайпер. Но, в принципе, нормально. В принципе, нормально. По пикам. Гоу. Закупчик есть. Закупчик есть. Курочка есть. Что это сейчас? Так, курочка есть. Хорошо. Ковард. Лего Снайпер. Очень много кора там. Очень много. Ставишь? Спасибо. Хорош. Так, что первое берем? Как обычно, флаксим. Спарки, если на 83-й карте мета ставить куда-то спарки в товара на блоки крипов, то тут, к сожалению, это не прокатит. Потому что один спарк берет 100 маны. И это вообще, ну, нереально. То есть, если там берет, по-моему, по 50, то можно, блин, наставить этих спарков на фбшкой и кайфануть. Да тут, к сожалению, никак. Погнали. Душунуть. Хочется очень. Так, там уже кто-то ветки рубит. Легион. Стой на хг, братец. Вот сюда. Встал бы вот сюда. Другалек, я бы поточковал пока. Поразминал бы чувака. Как за это мрайд, да? Давай, давай. Работай, работай, работай. Давай, я сделаю то, О, что ты должен был сделать? Опа, оба, оба, побежал, смотри. Всю ману потратил, чувачок. Знать, что надо будет сделать сейчас? Мансануть. Сейчас тут рутги будет. А нет, рутги не будет, да? Взял монетку. О, отлично. Погнали. Душамбе делаем. Ок. Все-все. Все-все, нас тут трое. Дядя. Ой, там снайперы лохоповы. А сейчас будем душить. Главное, варник поставить. Это первый момент. Второй момент. А, так снайпер умер. Хорошо. Хорошо. Вот этого чувака. Хорошо, это минус. И пуджа на разминочку. Все, этого достаточно. Пойдем ластхитить. Хорошо. Все, самое главное в миду, это, конечно же, ластхит. Чем лучше ластхит, тем лучше вы. Если ластхит говно, то, к сожалению, вы говно, да? Нормально. Не, ну это рофл. Как вы понимаете. Хорошо. Снайпера, в принципе, в миду должен выигрывать. Снайпер 0-3 должен уйти с мида. Давайте сапог мана. Хорош. Сапог мана. Оп. Оп. Не добил. Ну, добил, получается. Хорош. Кстати, первое время будет тяжеловато стоять. Я так думаю. Видали сапог сразу, чтобы гонять его. Сейчас пойдем в атаку. В наглую, причем, можно. Пол хп сольем ему? Вот так вот. Да? Оп. Еще тычка. Все, next мы идем. Иди ом. Иди ом, как говорится. И погнала. Парки летят, можно душить. Одна тычка. Ух, выжжет. Нет, не выжжет. Хорошо. Задушена. Спарки. Есть. Так, берем сразу аквилку, базилку. Отлично. И фармюет делаем. Все, и дальше ласт хит. Сейчас на руну еще сбегать. Ласт хит, конечно, такой. 8-9 крипов. Это очень мало. Так, погнали на руну сходим. Вторая минутка. На топе никого нету. Если будет рут, будем драться. О, инвизабилити. Плохо. Хорошо. Так, есть. Отлично. Сейчас снайпер. 500 хп снайпер аквилку делает. Оп. Тычечка. Надо отсюда выйти. Ну, как я ему помог подлассхитить. А я тоже сам подлассхитил. И это. Оп. Хорош. Сейчас на пятом левеле нападем еще раз. Еще раз нападем. Так, ну ласт хит говно. Получается, я говно. Получается так. Получается так, ребята. Никак иначе. Промах. Давай, погнали. Долго я так думал насчет этого с паркой, на самом деле. Очень долго думал, ставить его или нет. Думал, потяну или нет. Маны и так нету. Ладно, пойдет. Зато деда заберу. Так, 12 крипов. Это плохо. Снайпер не фармит. Это хорошо. Но я и сам не фармлю. И не убиваю. Это значит плохо. Все, фармим. Максимально сконцентрировано на ласт хите. 52 крипа должны сделать. А то и больше. Будет очень хорошо. Если сделаю. Надо манго принести. Шестой левел сейчас. Через манго будем обузим. И тпшечку. И тпшечку. Оп. Хорош. Есть у нас ультимативная. Это радует. Манго берем и обузим. Погнали. Оба, тп делает. 3 саби. Так, вот так делай, да? Помой его полностью. Все это минус. Бедолага. Я так нагло заработал на него. Хорош. Пойдет. Бедный снайпер. Просто в нагло забежал. Убил его. Но проласт хитил я отвратительно. 20 крипов это очень мало, ребятки. Ладно, пытаемся. Выровняться. Хорош. Седьмой левел. Парки. Я за максимум. Мидас. Некстом. Фарм есть. Мидас выформлен. Я думаю. Мидас. Пуш вроде не гангает меня сильно. Вроде не гангает. Там легиона пойдет в лесах. Но там с иллюзиями, с иллюзиями ничего не смогу сделать. Флакс не будет работать. Хорош. Гуляемся. Уходит. Снайпер туда пошел? О. Ладно. Я уже прогулялся. Фармим. Фармим. Пойдет. Главное, расходники все есть. Там инигмы еще в лесах. Давайте лайн толкнем. Хотя, зачем, спросите вы. А что, на низу фарма есть? Да много. Можно будет, блин. Да, там можно еще и боковые лайны там. Подработать. Нормально будет. Ой, не добил. Дебил, получается. Хорош. Так, флакс имеем. Что там у нас? По лесу, ребята. Имеется кто-нибудь? Там, лего какой-нибудь. Не знаю, лего. Энигма. Энигма с хабаром. Гоу. Кстати, отлично. Подварно тут стоит. Так, вот так. Вот так. Хорош. Это плохо. Она очень быстрая почему-то. Очень быстрая. Пойдет. Пойдет. Плохо расконтрил. Можно было флаксом еще подкинуть. Но, в целом, пойдет. Фарм забираем. Фарм собираем, ребятки. Мидас есть уже. Седьмая минута, в принципе, Мидас с такими айтемами. Пойдет. И напоминаю. Эта катка именно, я считаю, более метовым билдом. Поэтому как-то так. Катка метовым билдом. Который я делаю. Так, а Мангуса нету, да? Я на основном герое. Союзов Манга, да? Плохо. Локсби получается. Ну, да. А что, как иначе? Хорош. Добиваем. Дормально. Мидас сиус подождет. Надо. Манга, Манга по-любому надо. Но не создаем. Кнопку. Йо-йо-йо. Хорош. Можно было на развороте сейчас флакса нажать там. Убивать мартретку. Но я Мидас что? Ребятки, нет. Мне кажется, это будет более профитно. Апну левела сейчас очень много. Сразу в девятый левел. О, найс, еще я отведу. Отводим сразу и... Хороший. Замидасим. Конкретно сейчас. Прям по максимуму замидасим. Так, вот так вот делаем. Хорош. И погнали вот сюда. Я тут еще разбираюсь с чуваками. Все, есть. Все, и максим флакс. Тут, в принципе, флакс можно подзамаксить. Снайпера сразу можно будет сейчас убить. Нагло даже. Просто флакс накидываем, бежим. По тэшку. Ты какой быстрый. Вард надо обновить, парни. Вард надо обновить. Так, восьмая минута, сорок четыре крипа. Ну, как бы, плоховато, да? В целом пойдет, как думаете? Господи. Фига, на мне кнопка сработала. Это что сейчас было? Отстань, дядя. Не надо. Лего пришел, да? Так, наглубь подставим. Хорошо. О, я понял. Да шива, что делать. Да шива, что делать. Хорош. Неплохо. О, так это еще и Марита. Так это плохо. Тычка, выживай, ахилис. Там дальше посмотрим. Ух, я себе крит вылетел. Жест. Ну, пойдет, пойдет. Да я уже думал такое. Ну, думаю, типа, на вставочку, что ли? Доблкил такой. Ладно, гон на базу. Что делать? Жесть, ребята, газанул. Ой, газанули. Хорош. Вивер вовремя, кстати, да? А там лего начал обходить, типа, такой себе. Чувачок. Такой себе. Так, травела первым артефактом, да? Можно. Продаем тпшку, травела делаем. Травела. Тут нормально. Так, крипов я не сделал, да? Лимит свой. Плохо. Плохо. Лимит язовых крипов не сделал. Хорош, я там зарегинился. Найс. Чего подеремся с ребятами. Сразу спарка воткнем. Так, там песты есть. Че там у нас? В пиваке. Сразу молнию, Некстом. Молнию, Некстом. Опа, Марита. И сюда. Ты зачем? Зачем это так делать, дорогой? Опа. Опа. Хорош. Найс. Спарки одолели такие вот. Хорошо. Спарки одолели Энигму в кустах. Одолели. Только немного не понял, зачем, блин, забрал он, да? Фражочек. Ну да ладно. Не обеднеем, по сути, да, как бы, но, мне кажется, саппорту фраги не так нужны, как образно. К тому же за это. Ну да ладно, не суть, не суть, нормально, нормально. Но вопросики надо было написать по-любому, зачем так делать, я немного не понимаю. А можно ничего не писать. Так, погнали. Знаете куда? На центральную, наверное, законную. И молнию делаем, ребятки. Молнию, молнию. Молнию делаем. Молния, наше все. Так, это сюда. Направил будет даггер. Оставляем. Так, Марита в Меду, да? Порошочка. Порошочка. Марита в Меду будет, да? Так, надеюсь, тут никого не поймаешь, сейчас. Мп с тем. Поехал. Опа, так это гг. Я понял, засада. Лютая. Четыре героя. Вард упал и... Ну, такой себе. Ну, тут моя ошибка. Это макро ошибка. Ну, тоже знать... Ладно. И микроконтрольная тут тоже ошибка была, в принципе. Бывает? Бывает. Один в четыре. Вышел. Ничего страшного. Ничего страшного. Молния почти есть. Снайпер лоу-хоповый. Шел Марита убивать. На самом деле, я просто шел замедаситься. Но там уже думаю, ну, Мартретка тут. Погнали. Оно вышло как вышло, ребят. Как хорошо, что на меня дуэльку дали. Но не забрали дуэльку, да? А, это значит, что я сфидел по минимуму. Он на низу сколько фарма? Эх. Го вниз уже, что делать-то, да. Но опасно, правда. Но... В целом, посмотрим. Что нам тут уготовлено с судьбой. Хорош. Так, вот так делаем. Спидстопчик надо сейчас сделать. Хорош. Ребята там дерутся. Она сейчас молния уже будет. Молнию сделали. То есть фид пошел, фид пошел. Один на девять. Я отфидел разочек, я стриг отдал. И ребята там еще стрики поотдавали. Да? Все, коза молнии. Есть, отлично. Этот Z с молниями намного интереснее, чем обычный Z. Я лично их считаю. Отлично, я так считаю. Отлично, я так считаю. Так, ну, пойди раскрутиться, да? Хорош успел. Но умирает, скорее всего. Оно очень быстрое, блин. Да, беги, Мартретка, да, под колозис. А, не успел. Хорош. Хорош. Так, это вот так, вот так. И вот так. Погнали. Сами в лесочек. Сами в лесочек. Кто там у нас первый? Почту отведать. Печалька. Ну, жалко, что не вылетел этот. Спарка не поднял я туда. Основные можно сюда. Сюда. Все, не успел. Не успел. Что, лего такой со спины, да? Надо будет прочекать, что у него там. Надо лего прочекать. Так, ну, молния еще ни одна не вылетела, кстати, как я собрал. Ну, да ладно, это не суть. Фармим дальше. Нам нужно сейчас фармить. Доапываем молнию до конца. До конца. Именно. Максимальный. Максимальный апмолнии. И работаем. О, первая молния. Хорош. По големам. Отлично. Неплохо. На миду фарма очень много. Сейчас на мид полетим. Хорош. Отлично. Вот сюда. Отлично. Полторы тысячи имеем. Очень быстро молния, кстати, апается на зете с молниями. 16-ая минута, правда. Я не знаю, почему такой тайминг плохой. Чуть раньше, если бы сделал, было вообще годно. А так что-то почему-то, мне кажется, тайминг отстает. А мне кажется, из-за фида, когда один на соло там. Тут этот фид какой-то был. И тут, кстати, тревел 2 надо будет взять. По-любе. Даже можно в ранней стадии. Сейчас молния, да, гер, тревел 2. Спокойно ребятам помогать, чтобы вот такой ситуации сейчас не было. К темпестам прилетаешь, убиваешь. Все, хорошо. Погнали. Так, молния почти есть. Почти есть. 2000. Да? Хорош. Так. Темпестам. Ладно, раскликиваем темпеста. Темпеста раскликали. Опа, легич. Легич. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Печально. Не пробил. А как будто, блин, не видел даже некор, да? Это плохо, кстати. Легион расфармленный, это очень плохо будет. Не видел некор, как будто. Хорош. Так, 2000 имеем. Жалко, что не забрал. Я мог и основные туда ТП сделать. Там еще пульш был, может, там подхукали меня бы. Страшно, грубай. Было бы страшно, очень. Так, есть. Сейчас Пуру Магаз сразу. Там летит она уже кому-то. Хорош. Сейчас Т2, наверное, полетим. Гоу. Так, Куру Магаз. Получается, фармим пока, да? Пуру Магаз и... Гоу. Работать надо. Надо работать уже. Уже вторая смена открыта. Пора это. Работать как бы. Там еще Блэкхолл. Ля, там же такие кнопки. Но будет интересная катка. Пора начинать. Пора начинать. Гоу. Сходим на базу даже. Есть. Да, даже на базу не надо идти уже. Так, Лего Даггер, Армлет. Это очень хорошо. Мартретка Маднес. У Джо Даггер. Собираем информацию. У Энигмы Даггер. Хорошо, там есть врывы. Есть врывы. Next, Даггерочек тоже надо делать. И врываться, и работать почуть. Хорошо. Отлично, молния есть. Где там ближайшие крипы? Нету, да? Далековато. Хорошо. Гоу тоже надо, поможи, делать. Поможи, делать надо. Ну, такое. Я никак не успел. Души. Хорош. Пришел в Зетт. И порешал чуть-чуть. Так, полторы тысячи есть. Отлично. Там, кстати, очень плотные герои. Это не очень хорошо. Но в целом, кому интересновато играть, да? Правильно. Немного не успел темпестом, но были бы тут, да, крипы? Темпест бы там дела наделал. Смело. Немного подабузим виженом. И рунку гол. Там Мартетка еще на лоха поубежал. Это очень плохо. Ну да ладно. Не суть. Так, что там у нас? Дабл дэмэдж. Подходим. Юзаем. Плацаем. Дабл дэмэдж. Типащимся. Поехала. Сейчас дагерочек будет тоже. Вот так делай, да? Вот так делай, но не успевай. Эх, печалька. Но не успевай даггер, поэтому надо, чтобы врываться. На топе много крипов, да? Даггер можно будет в боковом магазине еще взять. Хорошо, этих крипов берем. И в боковой летим. Там кто-то стоит. Лего стоял, вы видели? Марита. Куда, дядя? Не пойдет так. Хорош. Так, ну надо хилк продать. Даггерочек взять. Там ребята дерутся. Но мне все равно. Мне кнопок нет. Че будет. Хорош. Отлично. Даже почти на вставочку. Да, ребятки? Неплохо. Хорош. Отлично. Вот это Z через молнию. Сразу чувствуется, да? Разница. Разница чувствуется. Уж поверьте, она чувствуется. Че, дальше, мне кажется, Микки Бе надо. Микки Бе. Так, пока минус 4, можно и снайпера прыгнуть убить. У него че там? Моднес просто, да? У меня и флакс есть, и поле. Хорош. Хорош. Отлично. Вот и все. Просто, ну, какие вопросы тут могут быть, какой Z лучше? Этот Z намного лучше через молнию. Просто прилетели, запихнули, улетели. Это же вещь. Через шифты накидываем, плазмим, мидасим и все, и поехало. Все, GG. Отлично. Не знаю, этот Z мне вообще нравится жестко. Сейчас МКБ хоть делаем. И погнали. Он и пушит намного лучше. В молнии, смотрите, как смывает крипов. Смыл крипов сразу, все. И все, больше нет никого. Хорош. Немного Некра не успел на топе подсейвить, но что сделать? Что сделать? Как мои руки-крюки раскликали, так получилось-то все. Так, Энигмы на низу, да? Сейчас с Дабл Темпестом, Некстом можно будет. Убивать. Сейчас уже МКБ хобоет. Хорош. Не знаю, я что-то прикайфовал на этом герое играть. Последнее время прям. Раньше так много на Z не играл, как сейчас играют. Раньше интереса не было, как играть. Там ребята дерутся, да? Хорошо, погнали. Так, ну мне кнопку дали. Кнопку дали. Печалька. Поле. Поле дал, чтобы, ребята, поможи, поможи было. И душить. Хорош. Вот и все, пошло дело. Жалко, я снайпера не забрал, ребятки. Куда-то он убежал. Там уже не докликал. Все, и есть МКБ еще. Ну, по сути, вы видите, что закатка, да? Получается. Сейчас на низ ТП дадим. Хорош. МКБ есть уже. Хорош. Вот и весь смысл данного Z. Так, МПС там подфармливаем. Погнали. По низу просто. Можно ловушки понаставлять. Хорош. Работаем. Бабушка, помоги, помоги. Так, МКБшка есть. Можно даже взять Айгес и пойти в драку. Но там Black Hole, я не переживаю просто. Black Hole это слишком люто. Так, у меня еще два слота. Да? В ХП что-то надо сделать. Все остальное у меня есть. В ХП что-то сделать. И можно почуть начинать подпушивать. Одну сторону сломать, и можно еще колодец попробовать поломать. Будет отлично. Если колодец опять сломаем, нормально будет. Но тут опасный пик, конечно. Одна ошибка, до свидания. Вот так делай, да? Блинк, вот так вот делай. Оба, пошло дело. Кто тут у нас хочет подраться? Вот, снайпер хочет подраться. Погнали. Пару тысячек ему он не подрался. Идет. Такой Z мне больше нравится, честно. Ну вы посмотрите просто, что делает этот МПС. Это жесть. Брат, не получится. Уху-ху-ху-ху. Трипл килл. Просто уничтожение идет. На вставочке. Жесть. Вот и все. Какой Z больше вам нравится? Через молнии и даггер? Или через некрономико на фарм? Конечно, через молнии пушечка. Через молнии сама тема. Так, 3600, да? МПС уже есть. Отлично. Сейчас на низ полюте. Хорошо. Стой, дядя. Ух ты, лотарщик. Лотарщик. Дядя, лотарщик. Хорошо, но пуджик кусается там. То есть. Пуджик кусается. Можно сделать... Не, ну лучше сделать что-то в жир. А потом уже делать рапиру. Вообще надо низ ломать начинать. По чуть. Надо по чуть-почуть подламывать. Инвиз у парня на леге. Так, 4000 золотых, да? Хорошо. Так, ну темписта нет, сейчас прилетит еще. 8 секунд. Ребята, блин, канал, чтобы понимали, что поэтому не могу прилететь, потому что нет от МПС-то. Так, снайпер первый, походу, да? Кто под горячую руку попадает. Так, есть один. Вот так два делаем. Два делаем. Третий где? О, я отменил ПП, да? А почему отменил? Походу, через Д1, через Д1 раскликал. Ладно. Так, 5000 золотых есть. Команда, кстати, подсасывает, но я все забираю. Это значит, что нужно чуть-чуть начинать подпушивать. Помогая команде. То будет Бобо. Причем Ели-Ле. Ели-Ле Бобо будет. Можно Скади сделать, кстати. Скади на жир. А то пикрипов забираем сейчас. Ну, Скади на жир. Лучше просто урон закупить, мне кажется. Я тут, поможи, сделаю. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Опасно. Тут стоит сейчас даггер в КД. Всегда надо стоять так, чтобы вы стояли уверенно, но даггер, чтобы не был в КД. Чтобы вовремя, если что, блинковаться. Так, 6700 есть, да? Хорошо. Там уже ребята сдаются. Ну, понимаю, да, серьезность всей ситуации. Надо низ сломать начинать. Сейчас еще один ТП с Темпестой полетели. И полетели. Темпесты полетели. Надо низ сломать. У меня 7 тысяч золота. И сейчас на лютая дилемма, что брать. Давайте рапиру возьмем сейчас. Погнали. Аквил в помойку, 1700 хп. Рапируем, можно в хг прыгать спокойно. Сейчас посмотрим, что они сделают, когда рапиру возьму. Хорошо. Отблинковываемся сюда. Давайте понизу. Первый ТП с понизу будет. Что там у нас, ребята? Кто дефится, не будет? Так, пол хп тавру я снес. У нас 2000 золота есть. Еще сейчас, наверное, крит сделаем. Крит. Давайте крит сделаем. Глядишь, рампейдж оформим. Рампейдж именно, да? У меня 1600 хп, это очень мало. Но надо низ почить ломать начинать. Хорош, 2300 золота имеется. Понимаю. Вот теперь, тем более, надо пушить. Езел, вышел просто. Зачем-то. Непонятно. Непонятно. Непонятно, зачем-то вышел парень. Ну, если-то, конечно, БКБ круто было бы сделать, да? Одна тычка там. И флакса должно хватить. Хорош. Так, 4000 есть, да? Мидас еще отставляем. И низ почуть бурим. Бурим низ. Минус две стороны надо им сделать, чтобы они в дефе были. И дальше начнем грязные дела. Можно будет еще попробовать этого. Колодца забрать. Колодца умельца. У меня на самом деле еще много слотов. Шард, например. Тревел 2. Это очень много. О, смотри, там. Печалька. Шард, Тревел 2. Вот такие всякие слоты. Вот так сюда. Превел 2 надо сделать. Причем фастово. И мидас ночь. И мидас ночь. Дай зайду, бро. Эх, время кончилось. Да плохо сейчас, что они камбэкнут. Го, АБ. ЦБ. Ф. Хорошо. Буриза есть. Но мидас еще не продаем. Рожж можно забрать. Рожж можем. В принципе, блин. Да, мидас пока не продаем. Рожж можем. Рожж можем. Давайте так сделаем. Рожж можем. Вот это вот так вот. Это сюда. Вот так сделаем. Мидас, ещё 5-6 тысяч нафармим и продаём Отлично Ах ты крисаби успел, прикиньте, да? Я тут не успеваю Так, это вот сюда Вот так сделаем Возможно, ещё по-цебе будет, там бэкэбэхи Мидас я пока оставляю И куры сюда надо Потому что у меня рапира Потому что рапира Потому что у меня рапира Детекшн бы какой-то Гем, типа, что ли, что-то такое надо Гем, что-то такое Так, можно уже не трансмутить больших крипов Отлично Отлично, вот так делаем Там всё, Z зафармит Z зафармит, всё И вот сюда Поближе Сейчас, скорее всего, драка будет Скорее всего, драка будет Так, 2000 есть, это хорошо Если меня Лего возьмёт на Дельку Мне кажется, я его вынесу Пока что Бурезу не берём, ребятки Потому что медасим 5000 золота на медасить надо Даже больше Кто там? Вивер, о, хорош Выжил Выжил, би Пока что не медасим Брат, стой Молнии полетели Ух Хорошо Хорошо Так, ну это, кстати, заход Блин, шарпнелям мешаются Жесть Как Хорош Отлично Отлично Ой-ой-ой Вот это фигню делаю Фигню делаю Там Энигма ещё Не подходим пока 4000 есть, да? Сейчас Tempest 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 и погнали Лего бежит Хорошо Жесть, как Крепулин Как Крепулин Сейчас, медасним Брат, дай, медаснуть Не даёт Хорош Сейчас Tempest будет нормально Можно вместо даггера Положить Tempest На этот На этот файт Так сказать Положить вот так вот Хорошо А на самом деле Вот так делать Ломаем Так, 5000 долота есть В принципе Вот так делаем, да? Честь Это лютая тема Так Тёма, газ Магаз Тревел 2 Муншар И готово 35 минут 6 слотов Вот вам Чекайте Всё Я готов Хорошо Парни Поехали Вам Сделаем Хорошо Вот так делаем, да? Сейчас ещё один Tempest Вместо даггера Да не, давайте даггера ставим, наверное Ещё один Tempest Еще один Tempest Давай, поехали Ах ты, какой, смотри, да? Ладно, Гурош Туда Да, я буду Я радую Я радую Где я Ух ты Я 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 разбиваем разбиваем уходим все меняем закупы погнали на топ ломать были так видос помойку travel 2 хорошо и нас помойку travel 2 есть есть мпс ты погнали на топ погнала атака билд у нас закончены получаются дорогой дядя дорогой дядя решите мне сфидить немножко так в принципе меня могут тут закон а олега вон обходят хорош жесть мощно пацаны это мощь просто это билд мощь называется хорош это билд называется мощь моя мощность жалко олег из пришлось разбить так и 5000 золота есть хорошному надо боковые допушить вы кого и на пушек надо будет боковые допушить есть ломаю даже в бэкдор 24 на 7 латарщики но латар кстати это сейчас будет тяжело да подконтривать так но легене то 30 секунд жалко я ягис разбил так породвигаем сюда подсчуть чек чек вард ривер брат чек не вард я там спарк поставил хорош нету эту нормально сейчас будет о привет привет перед можно нельзя ладно что там внизу не окрубивает да а б м нормально неплохо годно мне нравится аппетитно выглядит так боковую хочу боковую хочу знаете почему боковой потому что хочу все равно то хорош ты дядя дядя и хорош трипл килл ой-ой-ой на вставочку что будет походу да ультра килл а можно на вставочку еще я сейчас и сюда доберусь и поехала не но это на вставочку рэмпэдж на зете который собирает блин рапиры и молнии это просто рэмпэдж на вставочку я не знаю это солеварная какая просто джи джи уф просто джи джи уничтожена и сразу мега крипа да это гг просто гг так но филда нету да не успел да печалька пойдет пойдет нифига меня там зафорсовали на базу все можно курить чилить отдыхать бамбук и все дела хорош джи джи хорошая катка получилась ребятка но в принципе за через молнию как я говорил намного интереснее имбаланснее веселее и вот такая вот катка с рэмпэшкой с рэмпэшкой конечно же на зете это самое кайфное что ж ребятки погнали некстовую каточку некстовая каточка у нас будет тоже интересно она будет у нас на зете через маги до за через маги это значит что будет по-любому будем постараемся сделать экторин я надеюсь сделаем джи джи погнали некстово так ну что друзья загрузилась у нас очередная каткой и теперь фановый билд фановый 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 билд но как мы сейчас будем качаться это сейчас решим смотрите что нам нужно сделать ребята мы сейчас берем за это и идем на центральную линию нужно уничтожить центральную линию и дальше пойдем по накатанной надеюсь ребята нормально в команде возьмут потому что такой за это которого сейчас буду собирать и он в принципе с руки он не бьет это чисто а мэджик алл билд будет и посмотрим но после этого гайда наверное кстати все будут банить за это еще вместо там тинников и других всяких героев там легионов берут это хорошо если легион пойдет на центральную линию это будет отлично с легой в центральной линии мы постоим нормалды нормалды постоим я думаю главное чтобы не роум или соло на соло выиграя по-любому хорошо в общем чем мы тут будем делать конечно же догон актарин этериал да именно такой билд здесь и будет постараемся сделать все в лучших традициях жалко тракса там да круто мне было бы круто в дэмэдж билде траксу еще в команде плюс 80 урона дополнительных почему нет 83 86 урона дополнительных это круто это круто интересно посмотрим через что у нас будет играть легион наверное стандартные лотары если честно но нам не много на много не хотел сказать намного но на самом деле немного проблематично играть против легиона когда у него лотар потому что приходится забивать слот отдельно гемом но всегда правильный легион это всегда через дайвер конечно правильно легион это всегда через дайвер посмотрим вообще у нас получится ужас этот кашель горло чуть-чуть побалит ребятки ничего страшного горло побалит от холодных напитков пушить просто в таком билде будет очень тяжело которое хочу сделать очень тяжело они чего погнали погнали пулсап под мафулсап это очень плохо на что фулсап отма вообще ничего по карте по идее выйдет спасибо за подписку как говорится спасибо за подписку так но у нас трал еще нам сюда какого-нибудь найкса бы или урсу найкса или урсу было бы круто потому что типа тут надо лего перекрывать это подобное так снайпер да значит окей погнали такой же бил делаем в рейзик и так далее айс вардик мне дали отлично далее что мне требуется ребятки отлично отстоять центральной линии также замедасятся уф не знаю сейчас на как будем качаться через догоны через догоны понятно но стартово как-то надо все равно раскочегариваться правильно стартово желательно через молнию конечно на молния это вообще пушка стартово раскочегарился и дальше уже если что по продавать все это купать свои артефакты но сейчас посмотрим как пойдет если получится догон сделать мы скорее всего догон сделаем сразу будем с догоном эти помидас travel догон даггер дальше эзериал и акторин все вот такой вот билд вот такой вот такой бил должен быть так ну что лаксы и погнали до лаксы флаксы весь принципе пик там не сильно страшный вот это я не смогу убивать с прокаста по-любому жирная свинюка руки изи с руки изи но тут билд именно magical поэтому я рекомендую собираться по второму билду ребятки третий билд я не рекомендую это фановый билд специально от меня для вас чтобы вам было интересно так что такая тема погнали ребятки как говорится мать земля помоги мне и поехала хорошо опа ого-го закроет что будет хорошо а мой ласхит был по сути ладно пойдет все равно фабо взяли можно взять манга сразу проксом минут так это изи оп пичечку сразу ванами тоже тычку дает при сабе получаются да так наша задача ласт хит пластик еще раз ласт хит на данной слайде ласт хитим траксу немного заставим под ласт хитит тоже хорошо отлично спарки есть под дамажем крипе четко прям идеально идеально рассчитал молодец гений филантроп железный человек там что там филантроп тракса любит пичковаться кстати смотрите любит пичковаться на кстати принимаем и принимаем хорош с видел парень получается так сапог хилка есть отлично берем поле если она так любит пичковаться ох у меня для нее есть прекрасно сюрприз называется field как kinetic magnetic magnetic field все постоянно путаю magnetic field есть прекрасная вещь такая для траксы специально 4 лоб не будет очень прекрасно смотри как могу могу под тавером тебя даже побить немножко оп смотри как могу еще раз можно было сейчас прям вообще занаглеть под тэшкой и убить даже под полем вообще пофиг сейчас второй раз убью ее смело вообще в наглую просто в наглую сейчас убиваем просто тычку им спичку даешь вот так вот делай да папа брат я могу тебя убивать кстати не забираю демиджа не хватит эх не раскрутилась ну ладно ладно пойдет там видно все таки пойдет манга хилочек потратили но ничего аквилу главное поднять две тычки даешь еще . можно дать да хорош пойдет и на базу надо будет наверно идти да соседам под масс видела кому-то всего на базу хотя меня запуливаю да они все равно на базу на базу парня rbbc и ты вся мазь задарились пойдет я на б схожу парни свои лайны лежите я соло могу лего в лесу огра на низу хорошо то ребята на мид стараться работать мидта выигран и зачем в миду что-то делать так ты пачка хорошо имеется все у вас хитуем ласт хитим парнем ракса такая молодец но побаивается правда так плак скинули хорошо четко четко бедолага тракса но тут бы каждый бы так умирал в принципе не знаю зачем я опять ману взял никак не могу привыкнуть что лучше взять профит не могу сбрать типа да на 6 лавон никак не могу привыкнуть вот хоть убейте не могу привыкнуть не могу привыкнуть хорошо спарки ставим хорошо ласт хитить под мпс там вообще такой кайф чего на руну сходим и снизу возьмем снизу возьмем так сказать сейчас перчаточку для ускорения своих боевых моментов так на минутам уже лизательство начинается вы топ постойте ребята не слышат меня принципе вообще никак не хотят слушать хотят слушать топ пустой стоит и хотят ребята меня послушать да ладно все камни в мид какая-то суета да партра пришла ко мне типа я тут фармить буду и часе вот это заявление конечно конечно заявление вот это конечно да так ну шо там тракса че-то не светила еще надо бы подушить есть там луха убегет этот штык вот хорош не ток не дуэль к хорош там нет дуэль нормально как они на центральной до потерь да так у меня 13 секунд такая тема на секунд в принципе можно они пойдем если что накинем хилы накидаем кнопки у меня 30 крипов на это мало очень ребят хорош сразу отлично прогнали чувака отлично не знаешь как флаг сработает брат серьезно выжил а этого вряд ли убьем . плотный вот это конечно да зарубы у нас на миду лютая свинюка ушла выжила это плохо сейчас зареги ним ся с темп с то ребята чё там крипов уводят крипов уводят пацаны хорош отлично про микрина отлично прям лютые замесы так но у мидасиус есть погнали лесок сходим хотя рановато еще давайте аквилу включим пилу свинюка идет на центральную пиво гонав лес хорош гонали с снайпер леги ч снайпера это жестко это да как-то жестко но это ару стопроцентная а нет 10 процентная хорош забрать пойдет что-то все в миду да вся суета давайте вот так и сделаем хорош тут побьем немного и темп с то вызовем еще манга как раз прилетит тп выложим заюзаем и кларити и манга и все заюзаем еще говорите еще одно заюзаем так это получается вот так вот так это вот так это вот так еще раз хорош пойдет 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 отлично 500 золота есть можно сразу нулик будет выходить наверное хотя нет лучше travel изначально лучше travel и погнали все будет давать дуэль по я прилечу а каждая ситуация такая но свинюку хрен пробьешь там аркана не знаю пачковать буду и все надо его такое надо делать вид что я дурачок что я не понимаю силу своего героя кп ему подслить но в спину я его не убивают а стопроцентно сейчас ребята левел попробуем ребята что-то сделать все лучше с темпестами работать он слишком плотный я вот так можно ладно нет нельзя отлично так хотя бы пока что фармами пробиваем совсем отлично что-то там легионы сура есть наперед кидаем она нет совсем наконец-то фиссура та которую мы ждали века 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 вы и ждали фиссура наконец-то она прилетела так чё по криппингу 43 крипа очень мало ребятки но 4 0 и 3 ассиста в принципе должно компенсировать да я так думаю дядя нету mp ребята так что массируем хорошо хорошо все по сбивал правда он не так флаксов нету ребятки ты нифига себе это эхо слэм конечно крипчика заберу да да ладно а так сделаем ой я мангут заездила там ару ну хорош нормально пока прессингуем центральную можно сломать для криппы куда пошли криппы куда пошли аквилу включили побьем немножко тэшка ребята кстати в команде хорошо играет так привела это есть у меня до привела вот так вот 15 секунд и погнали лет сходим как раз возможно успею подстакать но это не точно но по идее должен должен 40 секунд я не успеваю ладно ничего страшно что не подстакаем на топ сейчас полетим темпестом чувачок вставай было бы круто один из 1000 было бы круто так вот так делай так делаем на регенем с вами хорош пойдет с боковых лайнов чуть-чуть тоже под нагнетаем говнулик загончик делаем и с с такт мпс двоечка хорошо двойка это хорошо но ему главное от меня развеет брат и развеет и развеет странно что развеивает только рипл вопроса так нет я не знаю почему просто так не развеивает очень лютая тема соглашусь и понятно почему 600 хп снайпер что-то вот это фермишь меня тут выйди фермер на иесе фермер на иесе получается хорош хорош можно принять принципе нас тут сколько вон народу и что кнопки нажмем погнали отлично пойдет пойдет надо пойти я ухожу есть плакс но ману тратить не буду с темп ста зажмем хорош пойдет пиньи так и не забрали он спину максит они так и не забрали они так и не забрали очень жаль так есть лик пилочка отлично почему догон спросите вода на типа ребят фановая катка напоминает фановая катка так догон почти есть принципе я такой бы сам себе кур взял бы еще рановато правда надо леса колотить и ребяткам помогает свинья худ еще сделала да максимально тяжело будет потому что у меня здесь билд магический будет и свинью из прокаста убивать не буду но ребята надеюсь помогут будем как-то отдушить и спарки тут кстати еще надо ловушечную эту делать засаду ваще парень на есть не стесняется не стесняется парень на есть и 100 лук бег не стесняется правильно правильно нефиг стесняться эффект стесняться правильно одобряю лук бека красавчика так центральными сломали на центральными не сломали центральный у меня сломали в этом два спарка стоят лего не видит пойдет так но это догониус есть да давайте курс возьмем опуру у меня хорош единственно только на этом за эти будет плохо фармить плохо фармит так чисто джижишка а поле есть а там еще и огур печально я свидел ребята чё за дела хорош хилка есть пойди успевая пройти на а успе еще за фигня произошла сейчас я не понял чё за фигня и даст надо кинуть ну вот он догона как раз таки не хватает да так я в тэшку кинул он пойди не увидит тэшки на да не увидит конечно же из них конечно не увидит тэшки там вообще на типа я бы честно не увидел по факту честно я бы не увидел реле это очень тяжело это очень тяжело увидеть да очень тяжело ты меня не видишь что ли хорош и догона туда же и догона туда же ему а наверно шоке с этого догона и какой догон на зэке ты чё ты чё кончен буи кончен буи что ли хорош сюда опа сюда брат ладно не буду ок я сам мину пойду причем чел знал что как бы это я типа и не пошел бит а сейчас горит я сам пойду я не кен вообще-то я не хен если чё чё-то я не хен но приятно что думает статен вот так напишем чтобы не подумали что хим многоходовочка но тут догонить по-любому надо догонить по-любому надо прости трал пуканов у меня миссия миссия дагоназавр а я на я как обычно на основном все заюзал классика вот кстати первый раз закосячил первый раз закосячил первый раз закосячил хорош это если красава ворвался получил момент но не заберет да походу не заберет вовремя опая промах нам они о том прикинь не успеваю чуть-чуть не успел чуть когда было брок чуть-чуть когда брат так и до гонщика и до гонщика так ну что ребятки фановая катка вроде идет мартретка читат соло там убивает не знаю надо может угомониться немножко чуть угомониться то ребята проигрывают уже ребята проигрывают xb и слабую и буи катка даби получается так получается так слабую и буи катка так ну догон я макшу они сдадутся наверное не знаю и 0 9 тракса жесть вот это она конечно задушина у нас таких нету да команде не 15 левом душем с руки пока фармим долго сейчас такой за это догоновый долго фармит конечно лица но в целом пойдет мне надо чтобы моя команда пару раз фидил будет очень год тактический фит называется тактический фит там свинюка очень плотно лего с бм молодец догонозавр это догонозавр в принципе мне эти хп хватать будет я буду регенит который хп я в лесу теряю я принципе зарегенит так делаем в принципе я их так зареги не вы сами да силс уже откатиться да вообще все кошерно пацаны догоны а п дальше ты герой чик герой чик видосим коту зачем не знаю ведь у меня уже 16 есть вообще для 16 лавала мидас обычно берется все дальше джи джи им там нечем вообще на самом деле убивать этого мартретку так что тут геге стопроцентно геге стопроцентный тракса масочки масочку надевать хорош погнали дальше оба сари как умею он стопа был мартретка это жестко но принципе фановая катка две хорошие красивые я вам подарил можно одну изичную да как обычно как хен обычно как говорит как там говорили в чате хен обленился контент скатился как говорится да и типа вообще хен лох и лох как говорится хен лох контент скатился обленился и все тому подобное классика жанра спасибо за подписку спасибо всем кто подписываться в оффлайн ребята а души я все слышу я все знаю себя бы исключен как говорится то буксовать вы не будете отлично пока что колотим мпс тоже откатился засады я так и не сделаю да походу это ласт хит догон будет кстати можно было да спасти наверно можно было да медать медать будем так мартретка не фиди не фиди брат а моя гана наверно там его яга чего бояться яга команда лютая у меня а я бы даже выбить не могут 6 как же брат давай на я сейчас на за свинюку болеют парень видно что нормально собирается молодец один раз мартретку убили это хорошо второй раз убейте и заберите нее стрик пожалуйста чтобы было по кайфу а сейчас догон возьмем ой догон дает я пока честно кулачу крипчиков тут хорош погнали сюда и сюда в два кэмпа эти наставлять вот тут будем наставлять хорош отлично свинюк ба хорош вот и там кикан все хотят мартрет ой мартретку проксу 011 наверное бывает бывает не всегда же вы научились сразу играть да кто-то по-любому фидил по кд я например не видел по кд сразу 20 0 бегом это есть это это я сказал если бы я был на стриме у какого-то стримера писал бы в чате если что так что держите в курсе я такой профессионал сейчас до герочек чудо до игра осталось ребятки расходники можно будет продать до герочек взять минасиус 20 секунд большого крипа задамаживаем большого крипа задамаживаем маленького крипа и бе ладно бе парнем дальше рожми ох уж эти ребята дайте им отпор хоть разочек ну вы шо дайте им отпор почему вы им так видите я даже не помогаю но там снайпер тетракса и все понятно один раз если они умрут это даст золото один раз надо один раз умереть союзником чтобы оппоненты нормально приоделись нормально блин такой за это конечно медленно фармит но пойдет пойдет так 2 600 есть да отлично все потом расходник для тамару по ходу попала часе так это дай гонщик да герочек хорошо погнали огур наигрался в каточку наигрался в каточку дальше не пойду не вижу смысла не пойду понимаю давно кстати ливеров не было в гайдах 16 огур ну хорошо что не тракса 012 ливнула да там было бы понятно огур так что слабо характерный они сейчас могут камбэк ну за счет это там с лачкой поднимут и гора сатериал до гонщика актеринчик зайдет будем настакивать как я что я покажу одну стратегию интересно прикольно тоже хочу но до конца будем подыграть любом случае этом гайд по-любому пойдет катка я тут буду до конца тушить петра ксущий раз душу это уже минус стопроцентно хорош пойдет ухты какой лего снайпер уходи сейчас умрешь пойдет добылкил даже делать неплохо часа зарел будет а лучше сделать наверно актарин чтобы темп с то быстрее к этой же да актарин наверно сделаем и я буду вот эту фишку делать которую хочу офигенная тема тоже приколитесь этой приколюхи главное чтобы они не знали с раньше времени ребята играют от дефа молодцы у меня принципе фановый z я думаю ему нечего бояться но и под фарм мне тоже надо брать потому что у него догончик а сделаем актарин ребят сразу актарин и погнали почему не и зарел потому что тут хочется сразу эту тему поделать тему поделать успею портану сада хорошо от нас забрал отлично свою иллюзию использовал иллюзию свой использовал 6 но ребята не сдаются это кайф это кайф ребята не сдаются портретка лоховый ой забрал огар а на огар ливнул это плохо печалька вот если повар не ливну да есть шанс на камбэк мне кажется есть все равно так 4000 это почти актарин поле щит отдали это хорошо это хорошо это будет интересно это будет прекрасно это будет весело 14 0 у нас пока что идем 20 лэвл ребятки мидасе актарин любом случае и пойдем фишки делать я вам покажу приколю под сюда можно было и зарел сделать да можно было и спорим можно но мы не делаем и зарелы не делаем и зарелы хорош отлично и тут фара чтоб побыстрее фармить можно догон юзать крипов почему нет круто же есть круто же есть так 4000 отлично хорош я за фармин как тут сам как всех за фармин тут чуваков этих сейчас на базу наверно сходим можно вообще один расходник принести чтоб захилиться у меня же кура своей личной ура личная отличная отличная от всех между прочим личная кура отличная от всех так как тарин почти ездить до пойдет принципе все равно тоже быстро леса пылесосятся да ребят принципе быстро в принципе быстро если брать в расчет что это зет актариновый можно сказать догона актариновый зет то все равно фармится очень быстро очень быстро гоу магас еще один темп с подождем хотя можно просто сейчас актарин сразу ух какой врыв хорош есть или как убрать прям улугубек чисто молодец профессионал дата ever а дуэлька есть брат дуэльку не даешь стран ты какой-то он есть у дайте дуэль товарищи так наша погнали пацанам покажи делать поможи поможи покажи бабушки скажи поможи не успел и да хорош его попробуем побыстрее помогу и уйду меня xp много пусть берет хотя пусть работает чем меня то нам пацанам актарин чик сюда так ну и что наконец-то собрал хотел сейчас пойдем делать вещи парни сейчас посмотрите что я уготовил вам ловушка гейминг называется о добрый вечер интернет речь не надо мне пожалуйста отключать интернет сегодня я в доту играю между прочим гайд пишу спасибо спасибо отлично а можно пожалуйста телепорт хотя бы там а то я стою а пока что надо меда скинуть на меда скинуть хорошо погнали по топу отлично и зрел уже не загораемы пацаны с актарином еще быстрее все когда что будет актарин будет давать нам еще больше медасов и темпестов темпест уже есть пацан только юзу только юзу только юзу оба про тулец не надо дядя просто с парками задушил его блин классно расклики я сейчас раз кликаны и мне вообще так комфортно на играть а зайти комфортно вообще максимально я еще даже догон не давал тупо в один догон убил у роз так ну что погнали почуть да нам надо до сюда добраться все добраться если заберет обойди она и всех от слайме да заберет конечно заберет лего зря на топе убил смит будут ломать так есть вот так вот 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 так вот вот так вот вот так вот вот так вот жесть этом пик 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 а это не кинул кстати осуждаем так медас есть прыгаем еще догон есть жестом конечно я два догона могу дать спокойно вот это честности фишку не знал жестко догонка даешься настолько быстро у иллюзии за это что я могу два догона дать короче за темп с а так я давал там догон значит налег он просто открылся я смотрю нет вроде и в кд ребята дайте им чипалаху пожалуйста на меду оппоненты оппоненты дайте чипалаху им хотят да жесть ребята фидят там по кд снайпер байбэк но это значит по-любому задать сейчас мартретка даже на вставочку что-то делает там 6 они там на хижина ой хорош задушили ее ой бриз ливну блин жалко не дали мне доделать билд но такой си из застилил пластили львец блин не знаю походу придется переписывать такую катку она придется переписывать такое себе себе не очень хотелось переписывать но такой билд незаконченный получился очень жалко очень жалко ловушка гейминг не получится да походу ловушка гейминг не получится такой себе профессионалов катки попались очень такое себе хорош погнали ловушка гейминг погнали стакаем что рестница сдохнет а не сдох жесть надо тут подрез эту тему делать короче просто адрес надо эту тему делать чисто настакивайтесь а хорош но можно бесконечно просто с парками спами просто залезли и спами отсюда будет отлично вообще вид хорош погнала хорош просто под колодцем уничтожения получается жесть не знаю переписывать эту катку или нет но фаново все равно получилось ребятки но я думаю наверное не буду переписывать на смысл задушили настолько сильно пацанов даже мартретку давайте в гайд запихнем принципе гайд я думаю успешный получился надеюсь он вам понравится в целом гайд этот ну или прикольный вроде получился прикольный получился и рэмпэйдж был и колодец был ребят все было все было все было ребятки и рэмпэйдж и колодец все сделали здесь в этом гайде и глупо будет мне кажется осуждать вот все-таки ловушечку я сделал ловушка гейминг готов вот он пацаны смотрите 4 если сразу отлетает бах и все ловушка гейминг есть и париться и так можно издеваться постоянно так можно постоянно издеваться то есть вы стоите и все и вот так просто угнете даже три полкил ребят я наверно не буду переписывать оставлю этот видос нормально фаново все равно получилось пойдет паново паново ребятки главное знаете чё перед рессом настакивать то есть вы видите что сейчас пацаны рестница то есть ну-ка где-то примерно секунд 40 ресса да и он один и вы просто накидываете постоянно как я ломал колодец также ломаете вот эту тему накидываете ловушка гейминг принципе тоже считаю удался один фраг мы так заработали жалко что игра была максимально короткая какие-то профессионалы у нас были в игре там если какие-то мартретки это 19 фрагов если значит это как-то ну жестковато было да и оппоненты немного не потащились тракса молодец что не сдавалась до конца я хотя не знаю этого парня а все остальные кто ливнули максимально не респект в такой катке мне кажется ну можно было даже камбэкнуть можно было пару раз убили бы мартретку лего бы взял нкбху и все и поехал ребятки на этом гайд на z окончен спасибо всем кто посмотрел фановый билд не рекомендую но если по фану с ребятами с друзьями с друзьяшками можно залететь можно подушить можно попердеть так что ребятки вот такой вот у нас гайд на z это пишите что вам непонятно в комментариях я конечно же отвечу спасибо всем обязательно поставьте лайк за мои старания напишите какая катка вам понравилась больше мне кажется 2 2 билд все-таки максимально метовый имбо у ребятки ну и все ребятки с вами был ксеназус и до скорого